Джеральд Даррел Под пологом Янова Леса Средисловие Перед вами рассказ о шестимесячном путешествии по Южной Америке, которое я и моя жена совершили в 1954 году. Мы хотели собрать коллекцию редких животных и птиц, обитающих в этой части земного шара, и доставить их живыми в зоопарки Англии. В этом отношении поездка не удалась, так как некоторые непредвиденные обстоятельства нарушили все наши планы. Путешествие должно было состоять из двух частей. Прежде всего, мы хотели спуститься к крайней южной оконечности континента, до огненной земли и наловить там уток и гусей для Севернского общества охраны водоплавающей птицы. По прибытии в Буэнос-Айрес выяснилось, что мы попали в разгар курортного сезона, и все билеты на самолеты, летающие к аргентинским озерам и оттуда на огненную землю, проданы на месяцы вперед. Также трудно было сесть и на пароход. Убедившись в невозможности добраться до цели ко времени гнездования птиц и высиживания птенцов, мы, с сожалению, вынуждены были отказаться от этой поездки. Далее мы намеревались отправиться в Парагвай и посвятить несколько недель сбору животных, а затем, не торопясь, вернуться в Буэнос-Айрес по рекам Парагвай и Парана. Тут нас также постигла неудача, на этот раз из-за политических обстоятельств. Мы вернулись из Южной Америки не с обширной коллекцией, которую мы рассчитывали собрать, а лишь с маленькой горсткой животных. Но даже в неудачах есть свои светлые стороны, и как раз об этом я и хотел рассказать в своей книге. Прибыть ли? Пароход входил в порт. Опершись о поручни, мы любовались медленно открывавшейся перед нами панорамой Буэнос-Айреса. Небоскребы вздымались ввысь под ярко-голубым небом, словно разноцветные сталагмиты, испечренные бесчисленными окнами, сверкавшими на солнце. Мы все еще как завороженные наблюдали это зрелище, когда пароход пришвартовался к пристани, и огромные здания выросли над нами. Их неясные отражения дробились на темной воде, подернутой легкой рябью. Наши размышления о современной архитектуре были прерваны появлением человека, до того похожего на Адольфа Минджу, это известный американский киноактер, что на мгновение даже усомнился, не попали ли мы на другой конец американского континента. Осторожно пробравшись через толпу кричавших и оживленно жестикулировавших иммигрантов, он неспеша подошел к нам и улыбнулся. К его безупречному виду невозможно было предположить, что температура в тени доходила до 90 градусов по Фаренгейту, ну, чуть более 32 градусов по Цельсию. «Джипс из посольства», — представился он. «Я искал вас в первом классе, никто меня не предупредил, что вы путешествуете здесь, внизу». «Мы и сами не знали, что поедем вторым классом, пока не сели на пароход», — объяснил я. «Но было уже слишком поздно». «Вероятно, для вас это было довольно необычное путешествие», — заметил Джипс, глядя на рослого испанского крестьянина, энергично сплёвывавшего прямо ему под ноги. «К тому же, мне кажется, здесь еще и очень сыро». «Мистер Джипс начинал мне нравиться». «Пустяки», — ответил я небрежно. «Вы бы повывали здесь в бурную погоду, тогда действительно сырвато». Мистер Джипс слегка вздрогнул. «Представляю, как вам хочется на берег», — сказал он. «Все будет в порядке. Через таможню я проведу вас в два счета». «Моя симпатия к мистеру Джипсу перешла в глубокое уважение, когда я увидел, как непринужденно держался он в таможне. Улыбаясь, он вежливо и вместе с тем уверенно разговаривал с чиновниками. Он извлек из карманов какие-то огромные бланки, испощренные красными печатями. И через десять минут мы вышли из таможни и погрузили в такси наш необычный багаж. Затем мы помчались по улицам, шириною соперничавшим с Амазонкой, мимо небоскребов, аллей и прекрасных парков. Через час после прибытия мы уже находились в чудесной квартирке на седьмом этаже, из которой открывался вид на гавань. Мистер Джипс уехал в посольство, оставил нас отдыхать после дороги и намереваясь, очевидно, совершить до ленча еще несколько чудес. Поупровожнявшись с полчаса в хитром искусстве пользоваться аргентинскими телефонами, мы весело провели следующий час, обзванивая всех тех, кому мы имели рекомендации, и сообщая им о своем приезде. Таких людей оказалось очень много, так как мой брат некоторое время жил в Аргентине и, не проявив ни малейшего сострадания к своим друзьям, снабдил меня списком их имен и адресов. За несколько дней до отъезда из Англии мы получили от него открытку, на которой было насарапано. В Б.А. не забудьте разыскать Бибитту Феррера, Калле Пасадос, 1503, моего лучшего друга в Аргентине. Она прелесть. Подобную информацию я получал от брата довольно часто. Итак, действуя по инструкциям, мы позвонили Бибите Феррера. Ее голос, когда я услышал его по телефону, вначале мне показался похожим на воркование голубя, но затем я обнаружил в нем нечто более привлекательное, а именно тонкое чувство юмора. Миссис Феррера, с вами говорит Джеральд Даррелл. А-а-а, вы брат Ларри. Где вы сейчас? Я два раза звонила на таможню, справлялась, не прибыли ли вы? Вы сможете приехать к Ленчу? Ой, с удовольствием. К вам можно добраться на такси? Разумеется. Приезжайте к часу, я вас буду ждать. Она кажется мне довольно странной женщиной, сказал я Джеки, повесив трубку. Я и не предполагал в тот момент, как сильно я ошибся. В час дня нас вели в большую квартиру на тихой малолюдной улице. На столах было разбросано множество книг самого разнообразного содержания. Живопись, музыка, балет. И среди них романы и журналы на трех языках. На пианино лежали ноты от оперных партий до творений Шопена. Радиола была завалена пластинками с записями Бетховена над Кинг-Колла, Сибелиуса и Спайк Джонса. Мне показалось, что даже Шерлоку Холмсу вряд ли удалось бы определить по всем этим признакам характер хозяйки дома. На одной стене висел портрет женщины редкой красоты в большой шляпе. Выражение лица красавицы было спокойное и в то же время насмешливое. К такому лицу вполне подходил голос, который я недавно слышал по телефону. «Ты думаешь, это она?» спросила Джеки. «Похоже, что да, но портрет, вероятно, написан несколько лет назад. Не думаю, чтобы теперь она выглядела так же». В это время за дверью послышались быстрые, уверенные шаги, и в комнату вошла Бибита. При первом же взгляде на нее я убедился, что портрет был лишь бледной копией оригинала. Никогда раньше не приходилось мне видеть так близко живое олицетворение греческой богини. «Здравствуйте, я Бибита Феррера». Она, очевидно, заметила наше изумление, и в ее голубых глазах мелькнул насмешливый огонек. «Надеюсь, мы не очень обеспокоили вас своим звонком», сказал я. «Ларри велел мне разыскать вас. Ну что вы! Я бы очень обиделась, если бы вы мне не позвонили». Ларри просил передать вам сердечный привет. «А как он поживает?» «О, он просто ангел! Вы даже не представляете, какой он чудесный человек!» сказала Бибита. Позднее я убедился, что Бибита характеризует так всех людей, с которыми ей приходится иметь дело, симпатичных и несимпатичных. В тот момент мне показался несколько неожиданным эпитет «ангел», применительно к моему брату, так как именно это слово, на мой взгляд, меньше всего к нему подходило. С первой же встречи Бибита пленила нас, и с тех пор мы фактически жили у нее на квартире, питались обильной и превосходно приготовленной пищей, слушали музыку, болтали и чувствовали себя великолепно. Очень скоро мы привыкли во всем полагаться на ее помощь. Бибита невозмутимо выслушивала самые фантастические просьбы и почти всегда ей удавалось помочь нам. Первый удар, по нашим планам, был нанесен на третий день пребывания в Буано-Сайресе. Мы обнаружили, что наши шансы добраться до огненной земли, мягко говоря, весьма невелики. Представители авиационной компании разговаривали с нами вежливо, но не обнадеживали. Быть может, через десяток дней что-нибудь и найдется, но они ничего не могут обещать наверняка. С унылым видом мы согласились ждать. Вместо того, чтобы в расстроенных чувствах болтаться эти дни в Буано-Сайресе, Ян предложил нам совершить поездку в провинцию. Ян был моим старым приятелем, я познакомился с ним в Англии в годы войны. Однажды в порыве энтузиазма он заявил, что я непременно должен приехать в Аргентину собирать животных и обещал оказать мне всяческое содействие. Теперь, когда мы приехали, он чувствовал себя связанным обещанием. Он навестил своих родственников по фамилии Бут, владевших крупным поместьем недалеко от побережья, примерно в ста милях от Буано-Сайреса. И те со свойственным аргентинским гостеприимством согласились принять нас у себя. Рано утром около нашего дома остановился автомобиль. Из него вылезла долговязая мрачная фигура Яна, после чего мы были представлены очаровательной блондинке, сидевшей на переднем месте, дочери владельца имения Элизабет Бут. Вскоре мы обнаружили, что кроме миловидностей, девушка обладает еще и удивительной склонностью ко сну. В любом месте и в любое время ее можно было застать спящей глубоким сном, как бы шумно ни было вокруг. За эту особенность мы прозвали ее Соней. И хотя Элизабет решительно возражала против этой клички, она так за ней и осталась. Печеньки и земляные совы Аргентина Одна из немногих стран на свете, где в поездке на полпути можно видеть одновременно и место, откуда вы выехали, и место назначения. Вокруг плоская, как бильярдный стол, простирается пампа, кажется, она уходит далеко за край света. Ничто не нарушает однообразие гладкой, поросшей травы равнины, лишь изредка попадаются пурпурные пятна чертополоха, да кое-где виднеются темные сюветы деревьев. Когда предместия Бонасайроса остались позади, а светлые светослоновые кости контуры небоскребов стали подобно кристаллам расплываться и таять в дымке на горизонте, мы выехали напрямую, как стрела, дорогу. Местами у обочин росли хрупкие на вид кусты с влебнозелеными листьями и крохотными золотистыми цветками. Цветки были такие мелкие, и их было так много, что издали они казались туманным золотистым ореолом, как бы окружавшим каждый куст. При нашем приближении из кустов вылетали вилохвостые тираны, маленькие черно-белые птички с очень длинными хвостовыми перьями. У этих птиц своеобразный ныряющий полет, и при каждом нырке хвостовые перья сходятся и расходятся, словно ножницы. Изредка над дорогой пролетал Сарыч Чиманго, тяжело взмахивая тупыми крыльями величественный и красивый в своем шоколадно-коричневом серым оперением. Примерно после часа езды мы свернули шоссейные дороги на пыльный, разъезженный проселок, вдоль которого тянулась аккуратная изгородь. На ее столбах я заметил какие-то странные наросты, похожие на засохшую грязь. Они напоминали гнезда термитов, которые я видел в Африке, но вряд ли так далеко к югу от экватора можно было встретить термитов. Я задумался над их происхождением, как вдруг из одного такого нароста выскочила птичка, похожая на зарянку, с широкой грудью и вертлявым хвостом. Величиной она была с дрозда, у нее была бледная, желтовато-коричневая грудка и ржаво-красная спинка и голова. Это был печник, и я понял, что именно эти птички построили своеобразные гнезда, украшавшие столбы изгородей. Позднее я убедился в том, что печник — одна из наиболее распространенных птиц в Аргентине. Ее гнезда составляют такую же черту ландшафта, как и кусты гигантского чертополоха. Дорога повернула к океану, и мы ехали теперь по заболоченной местности. Вдоль обочин тянули широкие, наполненные водой канавы. На золотистом травяном покрове стали появляться пятна сочной и яркой зелени, свидетельствовавшие о наличии водоемов. Их берега густо поросли камышом. Печники, вилохвостые тираны и чиманга уступили место болотным и водоплавающим птицам. С обочины дороги сильно, но неуклюже, взмахивая крыльями, поднимались по ламидеям. Крупные пепельно-серые птицы величиной с индюка и, издавая прерывистые, похожие на звуки флейты крики, принимались кружить в воздухе. По спокойной, сверкающей водной глади плавали стаи уток, напоминавшие упитанных, прилизанных бизнесменов, спешащих на поезд. Я видел маленьких, изящных синекрылых черков с голубовато-стальными клювами и черными шапочками. Американских широконосок крупных красных птиц с длинными лопатообразными клювами и отсутствующим выражением в глазах. Розовоклювых нырков, безукоризненных в своем сверкающем черно-сером наряде, с клювами, словно обогренными кровью. Маленьких, черноголовых уток, скромно плавающих среди других птиц. Скромность их была явно напускной, так как они, по примеру кукушек, подбрасывали свои яйца в чужие гнезда, перекладывая на обманутых сородичей тяготы высиживания и выкармливания птенцов. Кое-где по грязи прогуливались цапли, по мелководью большими шумными ватагами бегали и толкались американские каравайки, длинные загнутые клювы и черное оперение которых совершенно не гармонировали с их жизнерадостностью. Среди них попадались небольшие стаи алых ибисов, выделявшихся на фоне своих более темных сородичей, словно багряные клочки заката. На широких разводьях целыми флотилиями неторопливо плавали великолепные черношеи лебеди. Их белоснежное оперение прекрасно контрастировало с истинно-черным оперением головы и изящно изогнутой шеей. Среди гордых стай черношеих, как бы в услужении у них, плавало несколько каскороб, приземистых, в скромном белом оперении, очень вульгарных в сравнении со своими царственными сородичами. Тут же на мелководье можно было увидеть небольшие стаи фламинго, кормившихся у зарослей высокого камыша. Издали не казались движущимися розовыми и красными пятнами на зеленом фоне. Фламинго медленно и степенно шагали по темной воде, опустив головы и изогнув шею, видя буквы «С». Сургучного цвета ноги связывали птиц с их расплывчатым, колышущимся отражением. Упоенный этим пышным зрелищем птичьей жизни, охваченный своего рода орнитологическим экстазом, я не отрываясь, глядел в окно, не замечая ничего, кроме лоснящихся тел пернатых, плеска и колыхания воды и хлопанья крыльев. Внезапно машина свернула с проселка и покатила по узкой, сверкающей лужами аллее, проложенной через рощу гигантских эвкалиптов. Мы остановились у длинного низкого белого здания, похожего на обычную английскую ферму. Соня, сидевшая впереди, пробудилась от сна, продолжавшегося с момента выезда из столицы, и взглянула на нас заспанными голубыми глазами. «Добро пожаловать в Лос-Инглесес», — сказала она и укратко зевнула. Дом был обставлен в викторианском стиле. Темная массивная мебель, головы животных и поблегшие гравюры на стенах, вымощенные каменными плитами и проходы, и повсюду слабый, приятно вяжущий запах парафина, исходивший от высоких блестящих куполообразных ламп. «Нам с Джеки отвели большую комнату, которую заполнила громадная кровать, попавшая сюда прямо из сказки Андерсона «Принцесса на горошине». Можно сказать, это была всем кроватям кровать. Она не уступала по величине теннисному корту, а высотой была, как сток сена. Она сладострастно охватывала вас, когда вы ложились на нее, засасывала в свои мягкие глубины и мгновенно навевала такой крепкий и покойный сон, что пробуждение воспринималось как настоящая трагедия. Окно, из которого открывался вид на ровную лужайку и ряды карликовых фруктовых деревьев, было окремлено какими-то вьющимися растениями с голубыми цветами. Не встывая с кровати, можно было видеть между этими цветами гнездо калибри, крохотное сооружение величиной со скорлупку грецкого ореха. В гнезде лежали два белых яйца, каждая не больше горошинки. В первое утро после приезда Ио долго нежился в теплой глубине гигантской постели, попивая чай и наблюдая за калибрией. Самка спокойно сидела на яйце, а ее супруг стремительно влетал и вылетал из гнезда, мелькая между голубыми цветками, словно сверкающая маленькая комета. Такой способ наблюдения птиц меня вполне устраивал, но в конце концов Джеки выразила сомнение в том, что при таких методах исследования я смогу прибавить что-либо новое к уже имеющимся сведениям о жизни представителей семейства Трохеледая. Пришлось вылезти из кровати и одеться. При этом меня возмутила мысль, что Ян должно быть еще спит. Я тут же поспешил в отведенную ему комнату, полной решимости вытащить его из постели. Я застал Яна в пижаме и понче, очень удобной аргентинской одежде, похожей на обыкновенное одеяло с дыркой посередине, куда просылается голова. Он сидел на корточках на полу и сосал тонкую серебряную трубку, конец которой был погружен в маленький круглосеребряный горшочек, наполненный темной жидкостью, в которой плавала какая-то мелко нарезанная трава. «Привет, Джерри, ты уже встал?» – удивленно спросил он и принялся энергично сосать трубку. Послышалось мелодичное бульканье, похожее на звук вытекающей из ванной воды. «Что ты делаешь?» – сурово спросил я. «Пью утреннее моте», – ответил он и снова забулькал трубкой. «Хочешь?» «Парагвайский чай?» «Да. Здесь это такой же обычный напиток, как чай в Англии. Попробуй, может быть, понравится?» – предложил я и протянул мне маленький серебряный горшочек и трубочку. Я недоверчиво понюхал темную коричневую жидкость, плававшую на поверхности зеленью. Запах был терпкий, приятный и напоминал запах скошенной травы в жаркий солнечный день. Взяв трубку губами, я сделал глоток. В трубке забулькало, и струя горячей жидкости обожгла мне рот и язык. Вытерев слезящиеся глаза, я вернул горшочек Яну. «Благодарю», – сказал я. «Не сомневаюсь, что у вас принято пить чай таким горячим, но боюсь, что это не для меня». «Можно немного остудить его?» «Не очень уверенно», – ответил Ян. «Но мне кажется, тогда он утратит свой аромат». Позднее я пробовал пить мате при более умеренной температуре, и мне даже начал нравиться запах свежескошенной травы и слегка горьковатый, вяжущий привкус этого освежающего напитка. Однако я так и не мог научиться пить его при температуре расплавленного металла, что является, вероятно, основным требованием настоящего ценителя мате. После превосходного завтрака мы отправились осматривать окрестности. Не успели мы отойти от эвкалиптов, гигантской изгородью огружавших усадьбу, как увидели в высокой траве пень, на котором построил свое гнездо печник. Рассмотрев его внимательно, я поразился тому, что маленькая птичка могла создать такое большое и сложное сооружение. Это был круглый шар, раза в два больше футбольного мяча, слепленный из грязи и скрепленный корнями и волокнами, своего рода железобетонная конструкция мира пернапса. Спереди гнездо имело входное отверстие в виде арки, и все сооружение напоминало уменьшенную модель старинной печи для выпечки хлеба. Меня очень интересовало внутреннее строение гнезда, и так как Диан заверил меня в том, что оно давно покинуто своими обитателями, я снял его с пня и осторожно срезал острым ножом куполообразную верхушку. Внутри гнездо напоминало раковину улитки. От входного отверстия влево уходил проход длиной около 6 дюймов, повторяя изгиб наружной стены. Не доходя до входа с противоположной стороны, он загибался и вёл к просторному шарообразному помещению, дно которого было аккуратно выстлано травой и перьями. В отличие от шершавой, неровной наружной поверхности гнезда, внутренние стенки прохода и комнатки были гладкими, словно полированными. Чем дольше я рассматривал гнездо, тем больше удивлялся, каким образом при помощи одного только клюва птица могла создать это чудо строительной техники. Вполне понятно, почему жители Аргентины с такой симпатией относятся к этой жизнерадостной птичке, гордо прогуливающейся в парках и садах и оглушающей воздух весёлыми звонкими руладами. Гудсон, это английский биолог, уроженец Аргентины, описывавший природу Южной Америки, рассказывает трогательную историю о паре печников, построивших гнездо на крыше одного дома. Однажды ей самка попала в мышеловку и ей перебила лапы. Вырвавшись на свободу, она с трудом долетела до гнезда и там умерла. Самец в течение нескольких дней кружился около гнезда, оплакивая свою подругу, а затем исчез. Через два дня он появился снова в сопровождении другой самки. Они сразу же принялись за работу и замуровали вход старое гнездо, где лежали останки погибнувшей птицы. На этом саркофаге они построили новое гнездо, в котором благополучно вывели потомство. И в самом деле печники обладают каким-то удивительным обаянием, оказывающим воздействие даже на самых закоренелых циников. Во время нашего пребывания в поместье один пожилой пион, крестьянин Батрак, не отличавшийся особой сентиментальностью и, вероятно, способный без угрызений совести убить кого угодно, от человека до насекомого, торжественно заявил мне, что он никогда не обидит Хорнеро. Однажды, путешествуя верхом по пампе, он увидел на пне гнездо печника. Оно было почти закончено, стенки были еще сырые. На одной из стенок барахтался создатель этого гнезда, попавший лапкой в петлю, образованную длинным стеблем травы, которую он использовал в качестве арматуры. Птица, вероятно, давно уже пыталась вырваться и была совершенно обессилена. Повинуясь внезапному порыву, пион подъехал к пню, вытащил нож, осторожно отрезал травинку и бережно посадил выбившуюся из сил птичку на верхушку гнезда. И тогда произошло неожиданное. Клянусь вам, это правда, сеньор, рассказывал мой собеседник. Я стоял в двух шагах от птицы, не больше. Но она меня не боялась. Хоть она и была слаба, она все же встала на ноги, подняла голову и запела. Минуты две она пела для меня чудесную песню, а я слушал, сидя верхом на лошади. Потом она снялась с места и полетела над травой. Эта птица благодарила меня за то, что я спас ей жизнь. Птица, которая способна таким образом выражать свою благодарность, достойна того, чтобы ее уважали. Джеки, стоявшая примерно в стоярдах справа от меня, начала издавать какие-то тихие, нечленораздельные звуки, энергичными жестами подзывая меня к себе. Подойдя ближе, я увидел, что она пристально смотрит на вход в небольшую нору, наполовину закрытой травой. Около входа сидела маленькая сова. Она была неподвижна, как часовой, и смотрела на нас круглыми глазами. Неожиданно она два-три раза быстро поклонилась, а затем снова застыла в прежнем положении. Это выглядело так забавно, что мы прыснули со смеху. Окинув нас уничтожающим взглядом, сова неслышно поднялась в воздух и медленно заскользила над колыхавшейся на ветру травой. «Нам нужно поймать несколько таких птичек», — сказала Джеки. «Они мне очень нравятся». Я согласился, так как всегда питал слабость к совам любых видов, и у меня не было коллекции, в которой не входили бы эти симпатичные птицы. Я повернулся в ту сторону, где Ян вышагивал по траве, словно одинокий загрустивший журавль. «Ян!» — крикнул я. «Подойди сюда. Кажется, мы нашли гнездо земляной совы». Ян подбежал к нам, и втроем мы принялись осматривать вход в нору, у которого только что сидела сова. Небольшой участок утоптанной земли, вынутый, очевидно, при постройке норы, был густо усеян блестящими панцирями различных жуков и круглыми катышками, состоявшими из крохотных косточек, пуха и перьев. Было совершенно очевидно, что нора использовалась не только для ночевок. Ян смотрел на нору, задумчиво морща нос. «Как, по-твоему, есть там кто-нибудь?» — спросил я. «Трудно сказать. Время, конечно, подходящее. Птенцы, должно быть, уже совсем оперились. Беда в том, что эти совы обычно строят несколько нор, а высиживают птенцов только в одной. Пионы утверждают, что самцы используют остальные гнезда как холостяцкие квартиры. Но я в этом не уверен. Боюсь, нам придется раскопать несколько таких нор, прежде чем мы найдем то, что нужно. Ну, если вас не пугает такая перспектива, можно попробовать». «Я готов к любым разочарованиям, если только в конце концов мы добудем несколько совет», — ответил я. «Хорошо. Нам нужны лопаты и палка для того, чтобы определять направление подземных ходов». Мы вернулись в поместье, где господин Бут, приятно удивленный тем, что мы так скоро приступили к делу, предложил нам превосходный набор садовых инструментов и дал указание одному пиону по первому нашему требованию бросать работу и оказывать нам необходимую помощь. Когда мы проходили садом, напоминая артель могильщиков, мы наткнулись на Соню, мирно дремавшую на коврике. При нашем приближении она проснулась и сонным голосом спросила, куда мы идем. Узнав, что мы идем ловить земляных псов, она широко раскрыла голубые глаза и вызвалась отвезти нас на машине к совиному гнезду. «Но нельзя же ехать на машине по пампе, у вас ведь не джип», — возразил я. «А ваш отец только что поставил новые рессоры», — со своей стороны напомнил я. Лицо девушки расплылось восторженной улыбке. «Я поеду потихоньку», — сказала она, и, видя, что мы еще колеблемся, лукаво добавила. «Подумайте только, сколько гнезд мы сможем объехать на машине». Итак, мы поехали через пампу к обнаруженной нами норе. Рессоры автомобиля мелодично поскрипывали, все мы, кроме Сони, терзались угрызениями совести. Нора была длиной около 8 футов и слегка изогнутой наподобие буквы «С». Наибольшая глубина ее достигала 2 футов. Мы установили это при помощи длинного и тонкого бамбукового шеста. Обозначив на поверхности колышками примерное расположение гнезда, мы приступили к раскопке, палками пробивая свод подъемного хода через каждые 2 фута. Промежутки между пробоинами тщательно обследовались. Убедившись в том, что там никого нет, мы закупоривали обследованный участок туннеля и переходили к следующему. Так мы добрались до места, где, по нашим расчетам, должно было находиться самое гнездо. Мы работали в напряженном молчании, мелко кроша затвердевшую почву. Время от времени кто-нибудь из нас прикладывал ухо к земле и прислушивался. Но изнутри не доносилось ни малейшего звука, и я уже совсем было решил, что гнездо пустое. Но вот земляная перемычка, отделявшая нас от гнезда, подалась и провалилась вниз. А оттуда, из темноты, на нас уставились две пары больших золотистых глаз на маленьких пепельно-серых физиономиях. Мы издали торжествующий крик, совята быстро-быстро захлопали глазами и, словно кастангетами, защелкали клево. Они были такими милыми и пушистыми, что я, совершенно забыв о характере сов, протянул руку и попытался схватить одного. Из испуганных малюток совята немедленно превратились в разъяленных фурий. Они взъерошились так, что стали вдвое больше прежнего, распустили крылья и, держа их по бокам, как щиты, бросились на мою руку. Я отскочил и принялся обсасывать пальцы, разодранные в кровь их острыми клювами и когтями. — Есть у вас чем-нибудь обернуть руки? — спросил я. — Что-нибудь поплотнее носовой платок слишком тонок. Соня сбегала к машине и вернулась со старым замасленным полотенцем. Обернув его дважды вокруг руки, я предпринял вторую попытку. На этот раз мне удалось схватить одного из птенцов. Полотенце спасало мою руку от ударов клювов, но все же он добрался до меня когтями. Крепко вцепившись в полотенце, Савенок уже не отпускал его, и лишь с большим трудом нам удалось высвободить птенца и затолкать в мешок. Его брат, оставшись в одиночестве, утратил волю к сопротивлению, и мы справились с ним сравнительно легко. Разгоряченные, выпачканные в земле, но очень довольные, мы вернулись к автомобилю. Остаток дня мы колесили по пампе, высматривая, из каких мест в траве вылетают земляные совы. Обнаружив такое место, мы отыскивали нору и начинали ее раскапывать. Предсказания явно оправдались. Чаще всего наши раскопки оканчивались безрезультатно. Но все же к концу дня, раскопав, наверное, в общей сложности несколько миль подземных ходов, мы вернулись в поместье с восемью птенцами земляных сов. Наши пленники сразу же принялись истреблять мясо и жуков в таком количестве, что у нас невольно возник вопрос, явилось ли их исчезновение таким уж большим горем для родителей, и не восприняли ли взрослые совы похищение своих отпрысков как акт милосердия с нашей стороны. За первыми нашими трофеями вскоре последовали другие. На следующий день, после поимки совят, пион принес в дом коробку, в которой сидели два только что оперившихся птенца кукушки Гуира. Эти птенцы широко распространены в Аргентине, а еще больше есть в Парагвае. По форме и размерам они напоминают скворцу, но на этом сходство кончается, так как Гуира имеют бледное коричневато-кремовое оперение, зеленовато-черными полосами, растрепанный рыжеватый хохолок и длинный, как у сороки, хвост. Эти птицы живут в лесах и кустарниках с тайками по 10-20 особей и выглядят очень красиво, когда дружно перелетают с куста на куст, паря в воздухе словно бумажные голуби. Мне нравилось наблюдать за Гуира в полете, но я не интересовался всерьез этими птицами, пока мне не принесли двух птенцов. Открыв коробку, я сразу обнаружил, что Гуира совершенно не похожа на каких-либо других птиц. Я убежден, что с момента поимки птицы потеряли рассудок, и ничто не заставит меня изменить мое мнение. Птенцы сидели на дне коробки, широко расставив лапы, вытянув длинные хвосты и подняв дерошенные хохолки, и спокойно смотрели на меня бледно-желтыми глазами с таким отсутствующим мечтательным выражением, как будто прислушивались какой-то далекой волшебной музыке, недоступной грубому слуху представителя млекопитающих. Затем одновременно, словно хорошо сыгравшийся ансамбль, они еще выше подняли растрепанные хохолки, раскрыли желтые клювики и издали ряд громких истерических криков, похожих на пулеметную очередь. После этого они опустили хохолки и тяжело вылетели из коробки. Один из пенцов все у меня на руку, второй на голову. То тот, что сидел на руке, издал радостный кудахтающий звук, бочком подпрыгнул к пуговицам на рукаве куртки и, снова задрав хохолок, принялся с ожесточением их клевать. Тот, что сидел на голове, захватил клювом изрядный пуг моих волос и, поудобнее расставив лапки, попытался выдернуть их. «Когда этот человек поймал птенцов?» — спросил я у Яна, удивленный таким нахальством и доверчивостью птиц. Последовал короткий разговор на испанском языке, затем Ян повернулся ко мне. Он говорит, что поймал их полчаса назад. «Этого не может быть!» — возразил я. «Птицы ведь совсем ручные! Вероятно, они у кого-нибудь жили и недавно улетели из клетки». «Да нет же! Гуиры всегда так себя ведут!» «Они всегда такие ручные!» «Да! Птенцы гуира вообще никого не боятся!» Возрастом они умнеют, но ненамного. Птенец, сидевший на моей голове, убедился в невозможности снять с меня скальп, спустился мне на плечо и захотел узнать, насколько глубоко входит его клюв в мое ухо. Я поспешно снял его с плеча и посадил на руку, где сидел его брат. Они встретились так, словно не виделись в целую вечность. Подняв хохолки и нежно глядя друг к другу в глаза, они заверещали со скоростью дрели. Когда я открыл дверцу клетки и поднес к ней руку, обе птички прыгнули внутрь и поднялись на жердочку с таким видом, словно родились в неволе. Удивленный такой беспечностью, я отправился на поиски Джеки. «Пойди посмотри наше новое приобретение», — сказал я, увидев ее. «Настоящая мечта коллекционера». «А что это такое?» «Пара птенцов кукушки Гуира». «А, ты имеешь в виду этих рыжих птичек?» — разочарованно ответила Джеки. «Не нахожу в них ничего интересного». «Да ты пойди и посмотри на них», — настаивал я. «Это в самом деле пара самых странных птиц, с которыми я когда-нибудь имел дело». Гуира сидели на жердочке и охорашивались. Заметив нас, они на мгновение прервали свое занятие, окинули нас взглядом блестящих глаз, протрещали краткое приветствие и снова занялись туалетом. «Да, вблизи они действительно более привлекательны», — согласилась Джеки. «Но все равно непонятно, чего ты с ними носишься. Ты не замечаешь в их поведении странностей?» «Нет», — ответила она, внимательно рассматривая птиц. «Мне очень нравится, что они ручные. Это избавит нас от кучи хлопот». «В том-то и дело, что они совсем не ручные», — торжествующе заявил я. «Их поймали всего полчаса тому назад». «Чепуха», — твердо возразила Джеки. «Ты только посмотри на них. Сразу видно, что они привыкли жить в клетке». «В том-то и дело, что нет. Если верить Яну, в этом возрасте они страшно глупые. Их легко ловить, и они совсем как ручные. С возрастом они набираются ума разума, но тоже не очень-то». «Да, действительно, очень странные птицы», — проговорила Джеки, пристально рассматривая их. «Они кажутся мне не совсем нормальными», — заметил я. Джеки просунула палец сквозь сетку и поманила ближайшего птенца. Без малейших колебаний тот подскочил к решетке и подставил свою головку, как бы для того, чтобы ее погладили. Его братец, сверкая от возбуждения глазами, немедленно забрался ему на спину и потребовал свою порцию ласки. Так они сидели один на другом, забыв обо всем и слегка раскачиваясь взад-вперед. А Джеки почесывала им шейки. Птенцы с наслаждением принимали массаж, хохолки их постепенно поднимались, головы запрокидывались клювом вверх, глаза закатывались в экстазе, перья на шее вставали торчком, и сами шейки вытягивались еще больше, напоминая уже не шеи птиц, а какие-то покрытые перьями шеи жирафов. «Нет, они определенно ненормальные», повторил я, когда верхний птенец слишком далеко вытянул шею и, потеряв равновесие, свалился на дно клетки, да так и остался сидеть там, хлопая глазами и недовольно кудахтая. Позднее у нас появилось много этих забавных птиц, и все они оказались такими же глупышами. Одну пару, когда мы были уже в Парагвае, совершенно невероятным способом поймал один из участников нашей поездки. Он прошел по тропинке на расстоянии Ярда, мимо двух гуира, искавших корм в траве. Удивившись тому, что птицы не улетели при его приближении, он повернул назад и снова прошел мимо них. Птицы продолжали сидеть на месте, с бессмысленным видом глядя на него. На третий раз он подскочил к ним и торжественно вернулся в лагерь с добычей в руках. Благодаря легкости, с какой даже самый неопытный человек может ловить этих птиц, мы скоро имели в своей коллекции уже несколько пар, и они доставляли нам много веселых минут. В каждой клетке имелся просвет шириной около дюйма, через который производилась уборка. Любимым занятием гуира было, сев на пол и высунув головы наружу, следить за всем, что происходит в лагере, и обсуждать это между собой громкими, кудахтающими голосами. Когда они выглядывали так из всех клеток, поднятыми, зерошенными хохолками и сверкающими от любопытства глазами, обмениваясь пронзительными криками, они напоминали мне компанию неряшливых старых сплетниц, наблюдающих из окна мансарды уличную драку. Другой страстью гуира, доходившей до иступления, была любовь к солнечным ваннам. Малейший луч света, попадавший к ним в клетку, приводил их в крайнее возбуждение. Издавая радостные трели, птицы рассаживались по жердочкам и готовились греться на солнце. Готовились со всей серьезностью, как к очень важному делу. Прежде всего, нужно было принять надлежащую позу. Надо было устроиться поудобнее и так расположиться на жердочке, чтобы удержаться на ней даже в том случае, если расслабится хватка. Затем, они вздерошивали и энергично встряхивали перья, словно старую пыльную тряпку. После этого, гуира распускали перья на груди и на огузке, вешивали вниз длинные хвосты, закрывали глаза и постепенно оседали на жердочке, пока не упирались в нее грудью. Так что грудное оперение свешивалось с одной стороны, а хвост с другой. Наконец, птицы медленно и осторожно расслабляли хватку лап и застывали, еле заметно покачиваясь из стороны в сторону. Принимая таким образом солнечные ванны, с перьями, с топорщинами под самыми неожиданными углами, они казались только что вылупившимися из яйца птенцами, и можно было даже подумать, что их сильно побило море. Но, несмотря на все свои странные манеры, гуира были очаровательными птицами. Если мы хотя бы на полчаса оставляли их, они встречали нас такими восторженными, приветственными криками, что невозможно было не проникнуться к ним с самой глубокой симпатией. Первые две кукушки гуира, которых мы приобрели в Лос-Инглесис, стали нашими постоянными любимцами, и Джеки страшно их баловала. По окончании путешествия мы передали их в лондонский зоопарк, и затем смогли навестить их лишь через два месяца. Решив, что за это время глупые птицы совершенно забыли нас, мы приближались к их клетке в птичьем павильоне, несколько опечаленные. Был субботний день, и около клетки с гуира толпилось много посетителей. Но не успели мы присоединиться к ним, как кукушки, чистившие перья. Удивленно задрали хохолки и с громкими, радостными криками подлетели к сетке, гладя им шейки, которые вытягивали словно резиновые, мы думали о том, что, вероятно, гуира не такие уж глупые, как мы полагали. Глава 2 Эгберт и страшные близнецы Одной из самых распространенных птиц вокруг Лос-Инглесес были паломидеи. В радиусе мили от поместья можно было увидеть 10-12 пар этих представительных птиц, шагающих бок о бок по траве или кружащих вышине на широких крыльях, оглашая воздух мелодичными, звонкими криками. Мне требовалось 8 таких птиц, но как их поймать было для меня загадкой, так как они были не только самыми распространенными, но и самыми осторожными птицами в пампе. Привычка пастись, как гуси, крупными стаями и полностью опустошать в зимние месяцы огромные поля люцерны навлекла на паломидей ненависть аргентинских фермеров, беспощадно уничтожавших этих птиц при любой возможности. В то время, как большинство обитающих в пампе птиц подпускает к себе людей на довольно близкое расстояние, к паломидеям в лучшем случае можно подобраться не ближе, чем на полтора стоярда. Мы знали, что вокруг было полно их гнезд, но все они были отлично замаскированы. И хотя каждый раз, когда родители начинали с громкими криками летать у нас над головой, мы чувствовали, что гнездо находится где-то рядом, нам так и не удалось обнаружить его. Однажды вечером мы ставили сети для поимки уток на небольшом озере, берега которого густо заросли тростником. Закрепив свой конец сети, я выбрался из солоноватой воды и побрел по зарослям. В одном месте я увидел маленькое гнездо, похожее на гнездо американской славки, искусно подвешенной между двумя листьями. Оно оказалось пустым, но мое внимание неожиданно привлек комок серой глины, который как будто подмигнул мне. Я решил, что это мне почудилось, как вдруг серый комочек снова мигнул. Внимательно всмотревшись, я понял, что передо мной не комок глины, а почти взрослый птенец паломедаи. Он притраился в тростнике, словно окаменев, и только моргание его темных глаз позволяло обнаружить его. Я медленно подошел и присел рядом. Птенец не шелохнул. Я осторожно погладил его по голове, но он словно не замечал моего присутствия и сидел совершенно спокойно. Тогда я поднял птенца и, сунув его под мышку как курицу, пошел к автомобилю. Птенец не оказывал ни малейшего сопротивления и не проявлял никаких признаков страха. Когда я уже подходил к машине, две взрослых паломедеи пролетели у нас над головой и разразились тревожными криками. Услышав их, птенец захлопал крыльями и спокойного послушного существа мгновенно превратился в обезумевшего звереныша. С большим трудом мне удалось удержать его и спрятать в коробку. Дома нас встретил Джон, брат Сони, и осведомился о наших успехах. Я с гордостью показал ему пойманного птенца. — А, одна из этих проклятых птиц, с отвращением сказал он, вот не знал, что они вас интересуют. — Еще бы не интересует, возмущенно ответил я. Это один из самых привлекательных экспонатов в зоопарках. Сколько вам их нужно? — Восемь штук, но судя по тому, с каким трудом мне удалось добыть этого птенца, вряд ли я смогу набрать столько, мрачно ответил я. — О, не беспокойтесь, я поймаю вам восемь штук, — небрежно сказал Джон. — Когда они вам нужны? Завтра? — Я не хочу особенно жадничать, — язвительно ответил я. — Меня вполне устроит, если вы принесете четырех завтра, а остальных послезавтра. — Хорошо, — коротко ответил Джон, и отошел. — Подумав, что Джон обладает довольно странным чувством юмора, если позволяет себе шутить над тем, что так дорого для меня, я тут же позабыл об этом разговоре. На следующее утро я увидел, как Джон садится на коня. Его ожидал уже готовый к отъезду пион, тоже верхом на лошади. — Привет, Джерри! — крикнул Джон, сдерживая нетерпеливо перебиравшего ногами коня. — Вы просили восемь или двенадцать? — Чего? — Хаяс, разумеется, — удивленно ответил Джон. Я с ненавистью посмотрел на него. — На сегодня хватит восьми, а завтра еще с дюжину. — Хорошо, — ответил Джон, повернул коня и ускакал. Около полудня я мастерил клетку в маленькой хижине, отведенной для животных. Я загубил три планки, дважды угодил молотком по руке и чуть не отхватил пилой кончик большого пальца. Понятно, настроение у меня оставляло желать лучшего, да к тому же Джеки и Ян давно бросили меня на произвол судьбы. Я предпринял новую яростную атаку на клетку, когда послышался конский топот, и меня окликнул жизнерадостный голос Джона. — Алло, Джерри, забери своих хаяц. Это переполнило чашу моего терпения. С видом убийцы, сжав в руке молоток, я выскочил из хижины, собираясь недвусмысленно объяснить Джону, что мне сейчас не до шуток. Прислонившись к потному боку коня, Джон с улыбкой смотрел на меня. Но я сразу растерял весь свой пыл, когда увидел у его ног два больших мешка, которые подрагивали, сдувались и шевелились. Пион тоже спешился и опустил на землю пару таких же мешков, тяжелых с виду и издававших какие-то шелестящие звуки. — Вы это серьезно? — робко спросил я. — Там у вас действительно паламидеи? — Ну да, — удивленно сказал Джон. — А вы что думали? — Я думал, вы просто шутили. — Сколько же вы поймали? — Восемь, как вы и просили. — Восемь? — хрипло выдавил я из себя. — Ну да, только восемь. К сожалению, дюжину мы сегодня не набрали, но я постараюсь завтра добыть для вас еще восемь. — Нет, нет, не нужно. Надо сперва разместить этих. — Но ведь вы сказали, — удивленно начал Джон. — Забудьте о том, что я сказал. — поспешно перебил я его. — И не ловите их больше, пока я вас не попрошу. — Ну что ж, вам виднее, — весело сказал он. — Да, кстати, в одном мешке есть совсем маленький птенец. Ему больше некуда было посадить. Надеюсь, с ним ничего не случилось, но лучше посмотреть его поскорее. Убедившись, что чудеса возможны и в наше время, я с трудом втащил в хижину тяжелые колыхавшиеся мешки, а потом побежал за Джеки и Яном, чтобы сообщить им радостную новость и попросить их помочь устроить птенцов. Когда мы вытащили птиц из мешков, у них был вздерошенный, негодующий вид. Большинство их было примерно того же возраста, что и пойманный мною накануне птенец. На дне последнего мешка мы обнаружили малютку, о котором говорил Джон. Это был самый трогательный, самый забавный и самый очаровательный птенец, которого я когда-либо видел. Ему вряд ли было больше недели от роду. Тело его было совершенно круглым, величиной не больше кокосового ореха. На длинной шее сидела высокая куполообразная голова с крошечным клювом и парой приветливых коричневых глаз. Серовато-розовые ноги были непомерно большими по сравнению с размерами из тела и, казалось, совершенно не повиновались ему. Из верхней части туловища росли два маленьких дряблых кусочка кожи, похожие на два пальца изношенных кожаных перчаток. Они были приставлены к телу, словно случайно, и исполняли роль крыльев. Одет он был в нечто вроде ярко-желтого костюма из свалявшегося неочищенного хлопка. Птенчик выкатился из мешка, упал на спину, с трудом поднялся на свои огромные плоские лапы и, слегка приподняв забавные крылья, с любопытством уставился на нас. Затем он открыл клюв и застенчиво произнес «Уип!». Это привело нас в такой восторг, что мы забыли ответить на его приветствие. Он медленно и осторожно приподнял одну ногу, вытянул ее вперед и поставил на землю. А затем проделал то же самое с другой ногой. Он смотрел на нас сияющим видом, явно гордясь тем, что успешно выполнил такой сложный маневр. Немного отдохнув, он снова произнес «Уип!» и вознамерился повторить все сначала, очевидно, желая доказать нам, что его успех не был случайным. Но вот беда. Сделав первый шаг, он по недосмотру поставил левую лапу на пальцы правой. И результат оказался катастрофическим. Птенец сделал несколько отчаянных попыток вытащить одну ногу из-под другой, с трудом удерживая равновесие. Затем невероятным усилием оторвал обе ноги от земли и упал вниз головой. Услышав наш хохот, он посмотрел на нас снизу вверх и теперь уже с явным неодобрением повторил знакомое «Уип!». Вначале из-за формы и цвета его туловища мы назвали птенца Эк. Но позднее, когда он подрос, дали ему более солидное имя – Экберт. Мне не раз приходилось встречать забавных птиц. Как правило, они были смешными благодаря своей нелепой внешности, отчего и самые обычные их движения казались смешными. Но еще ни разу мне не приходилось встречать такой птице, которая, подобно Экберту, не только смешна сама по себе, но и беспредельно комична во всех своих действиях. Ни одна птица, которую я когда-либо видел, не могла заставить меня смеяться до упаду. Впрочем, это нечасто удавалось и комическим актерам. Но Экберту стоило только встать на свои длинные ноги, склонить голову на бок и лукаво вопросительно протянуть уип, как меня начинал трясти неудержимый. Мы ежедневно вытаскивали Экберта из клетки и разрешали ему с часик погулять по лужайке. Этих прогулок мы ожидали с таким же нетерпением, как он сам, но часа оказывалось вполне достаточным. По истечении этого срока мы были вынуждены водворять его в клетку, чтобы не умереть соснику. Ноги Экберта были проклятием его жизни. Они были слишком длинны и постоянно путались при ходьбе. Ему все время грозила опасность наступить на собственную ногу и сделаться всеобщим посмешищем, как это случилось в первый же день его появления в Лос-Инглесе. Поэтому Экберт очень внимательно следил за своими ногами, ловя малейшие признаки неповиновения с их стороны. Иногда он по десять минут стоял на одном месте, опустив голову и внимательно вглядывая свои пальцы, которые слегка шевелились в траве, растопыренные, словно лучи морской звезды. Наверное, ему больше всего хотелось избавиться от этих огромных ног. Они страшно раздражали его. Он был уверен, что без них он смог бы с легкостью пушинки носиться по лужаке. Порою, понаблюдав некоторое время за ногами, он решал, что наконец-то усыпил их бдительность. В тот момент, когда они меньше всего этого ожидали, Экберт стремительно бросался вперед, надеясь быстро пробежать по лужайке, оставив на ней ненавистные конечности. Он проделывал это много раз, но все напрасно. Ноги никогда не отставали от него. Как только он начинал двигаться, ноги со злобной решимостью заплетались в узел, и Экберт валился вниз головой в заросли маргариток. Ноги постоянно и самыми различными способами бросали его на землю. Экберту страшно нравилось ловить бабочек. Причину этого мы не знали, так как он не мог нам объяснить. Мы знали, что Паламидей считает убежденными вегетарианцами. Но как только где-либо в радиусе шести ярдов появлялась бабочка, Экберт мгновенно преображался. Глаза его загорались фанатическим хищным блеском, и он начинал подкрадываться к добыче. Ну, для того, чтобы успешно подобраться к бабочке, нужно неотрывно наблюдать за ней. Экберт это понимал. Но вот беда. Как только он, дрожа от возбуждения, принимался следить за бабочкой, ноги, оставленные без присмотра, начинали его делать всякие выкрутасы, наступать друг на друга, переплетаться и даже двигаться в обратном направлении. Как только Экберт отводил глаза от своей, жертвы, ноги, начинали вести себя прилично. Но когда его взгляд обращался на прежнее место, бабочки там уже не было. И вот настал незабываемый день. Экберт, широко расставив ноги, мирно дремал, греясь на сон. Как вдруг большая, плохо воспитанная бабочка, пролетая над лужайкой, снизилась, села Экберту на клюв, вызывающе помахала усиками и снова поднялась в воздух. Экберт, охваченный справедливым гневом, ткнул в нее клювом, когда она взвилась над его головой. На свою беду он слишком далеко откинулся назад, потерял равновесие и упал на спину, беспомощно болтая ногами. Пока он так лежал, совершенно растерявшись, нахальная бабочка воспользовалась случаем и села на его выпуклое, покрытое пухом брюшко. Наскоро привела себя в порядок и улетела. Этот позорный эпизод еще больше настроил Экберта против чешуи крылых. Но, как он не старался, ему так и не удалось поймать ни одной бабочки. На первых порах предметом нашего беспокойства было питание Экберта. Он с презрением отвергал такую обычную растительную пищу, как капуста, салат, клевер, люцерна. Мы предлагали ему печенье с крутым яйцом, но он с ужасом отклонил эту попытку сделать из него каннибала. Он едва удостаивал взглядом приносимые ему фрукты, отруби, кукурузу и другие продукты и от всего отказывался. Я в конец отчаялся и в качестве последней меры предложил выпустить Экберта в огород, возлагая слабую надежду на то, что, несмотря на свою молодость, он как-нибудь даст нам знать, какое меню он предпочитает. К тому времени проблема кормления Экберта заинтересовала всех обитателей Лос-Инглесис. И когда мы вынесли его в огород, там нас уже ждала целая толпа. Экберт приветствовал общество дружеским УИП, встал на ноги, упал, с большим трудом поднялся и отправился на прогулку. Мы следовали за ним, затаив дыхание. С безразличным видом он прошел мимо капустных грядок, основное внимание уделяя контролю за своими ногами. Помидоры заинтересовали его. Он начал внимательно их рассматривать, но как раз в тот момент, когда он, казалось, был готов принять решение, его вниманием завладел крупный кузнечик. На картофельном участке он почувствовал усталость и немного вздремнул, а мы стояли неподалеку и терпеливо ждали. Сон явно освежил его. Он удивленно повторил свое приветствие, зевнул и, пошатываясь, словно пьяный, заковылял дальше. Мимо моркови он прошел с нескрываемым презрением. На участке с горохом решил немного развлечься и стал приглашать нас поиграть в прятки. Убедившись в том, что мы не даем отвлечь себя от решения основной задачи, он, с сожалением, отказался от своей затеи и направился к бобам. Святые бобов очаровали Эгберта, но его интерес к ним носил эстетический, а не гастрономический характер. Среди петрушки и мяты у него вдруг зачесалась левая пятка и при попытке встать на одну ногу, чтобы установить причину раздражения, он тяжело полюхнулся задом в дождевую лужу. Ну, когда его подняли, обтерли и утешили, он заковырял дальше, пока не уткнулся в аккуратной грядке шпината. Здесь он стал как вкопанный и начал придирчиво и подозрительно рассматривать растения. Подступая к ним вплотную, он в упор уставился на них, склонив голову на бок. У нас перехватило дыхание. Подавшись вперед, чтобы схватить лист, он оступился и упал головой в большую розетку шпината. Потом с трудом поднялся на ноги и предпринял новую попытку. На этот раз ему удалось захватить клювом кончик листа. Он дернул его, но лист был прочным и не подавался. Широко расставив ноги и откинувшись назад, он изо всех сил снова дернул лист. Кончик листа оторвался, и Экберт опять очутился на спине. На этот раз он явно торжествовал победу, держа в клюве крошечный кусочек шпинатового листа. Под аплодисменты присутствующих Экберт был водворен в клетку, и перед ним поставили большое блюдо нарубленного шпината. Но тут возникло новое затруднение. Даже мелко нарубленный шпинат был для него слишком грубой пищей, так как непосредственно после еды у Экберта появлялись признаки недомогания. Это слишком грубая пища для него, как бы мелко мы не рубили шпинат, сказал я. Боюсь, нам придется готовить его примерно таким же способом, каким мать готовит пищу для птенца. Каким именно, поинтересовалась Джеки. Понимаешь, они отрыгивают полупереварившиеся листья в виде жидкой кашицы. И ты предлагаешь нам тоже заняться этим? настороженно спросила Джеки. Нет, нет, но если кормить его разжеванными шпинатными листьями, то я думаю, это будет почти то же самое. Да, разумеется. Но лучше, если это будешь делать ты, оживилась моя супруга. В том-то и дело, что я курю. сказал я. И Экберту вряд ли понравится смесь шпината с никотином. Другими словами, раз я не курю, значит, мне и пережевывать шпинат? В общем, так. Если бы кто-нибудь сказал мне, жалобно проговорила Джеки, что выйдя за тебя замуж, я должна буду в свободное время пережевывать шпинат для птиц, я бы ни за что этому не поверила. Но ведь это же для пользы дела, робко вставил я. Нет, в самом деле, мрачно продолжала Джеки, пропустив мимо ушей мое замечание, если бы кто-нибудь сказал мне об этом, и я бы этому поверила, я бы, наверное, ни за что не пошла бы за тебя замуж. Она взяла блюдо со шпинатом, окинула меня уничтожающим взглядом и отправилась в укромное место жевать листья. Все то время, пока Эгберт находился у нас, он поглощал уйму шпината, и Джеки исполняла свою роль поистине с терпением жвачного животного. По ее подсчетам, она обработала таким образом около центнера листьев шпината, и с тех пор шпинат не значится в числе ее любимых блюд. Вскоре после прибытия Эгберта и его сородичей мы получили двух зверьков, которые стали известны у нас под именем страшных близнецов. Это была пара больших, очень толстых, волосатых броненосцев. Они были почти одинаковых размеров, и, как мы скоро обнаружили, обладали почти одинаковыми привычками. Поскольку оба зверька были самками, напрашивалось предположение, что они одного помета, если бы одного из них не поймали рядом с Лос-Инглесес, а второго в нескольких милях от поместья. Близнецов поселили в клетке с особым спальным отделением. Первоначально клетка предназначалась для одного большого броненосца, но из-за недостатка жилой площади пришлось поместить в нее двоих. Так как они были еще подростками, они устроились очень удобно. Единственными радостями в жизни для них были еда и сон, и они никак не могли насладиться ими в полной мере. Спали они обычно на спине, свернувшись в клубок, громко сопя и раздувая при этом большие морщинистые розоватые животы. Лапы их дрожали и подергивались. Сон у них был крепкий, казалось, ничто на свете не в состоянии их разбудить. Можно было барабанить по клетке, кричать через решетку, открывать дверцу в спальню и задержав дыхание, так как близнецы издавали специфический резкий запах, гладить их толстые животы, щипать за лапы, трясти хвосты, они все равно продолжали спать, словно находились в глубоком гипнотическом трансе. Наконец, в полной уверенности, что только мировой катаклизм может вывести их из этого состояния, я наполнял жестяную миску той отвратительной мешаниной, которую они любили, и ставил ее в переднюю часть клетки. Как бы осторожно я не производил эту операцию, стараясь проделать ее без малейшего шороха, едва только рука с миской появлялась в дверце, как из спальни доносился такой шум, словно гигантский дракон крушил клетку своим хвостом. Это метались близнецы, стараясь перевернуться на ноги и, так сказать, принять боевое положение. Тут вот нужно было бросать миску и поскорее отдергивать руку, так как буквально через долю секунды броненосцы пулей выскакивали из спальни и, тяжело сопя от напряжения, плечом к плечу проносились через клетку, словно два игрока в регби, борющиеся за мяч. Они с разбегу удаяли по миске и по руке, если я не успевал ее убрать, и вместе с миской кувырком отлетали в дальний угол клетки. Смесь из нарезанных бананов, молока, сырых яиц и нарубленного мяса фонтаном ударяла в стенку и рикошетом попадала на спины близнецов, обволакивая их серые панцири густой вязкой массой. А они стояли среди всего этого хаоса, удовлетворенно хрюкая и урча, слизывая стекавшее у них с боков месиво или затевали ссору из-за куска банана или мяса, который прилип к потолку, но не выдержав неравной борьбы с силами тяготения, вдруг падал на дно клетки. Видя их по колено в этом обилии пищи, трудно было поверить, что два небольших зверька в состоянии поглотить такое количество витаминов и белков. Но уже через полчаса клетка была совершенно чиста, даже потолок был тщательно вылизан, для чего броненосцам приходилось вставать на задние лапы, а сами близнецы, шумно сопя, уже спали глубоким сном в своей благоухающей спальне, свернувшись в клубок. Со временем, благодаря обильному питанию, близнецы так растолстели, что с трудом пролезали через дверь спальни. Однажды, раздумывая над тем, как расширить клетку, я обнаружил, что один из близнецов с выгодой использует это обстоятельство. Вместо того, чтобы укладываться спать вдоль спальни, как он это делал раньше, он ложился поперек головой к двери. Как только запах пищи достигал его, броненосец мгновенно, прежде чем его компаньон успевал повернуться в нужном направлении, подскакивал к двери, наполовину высовывался из нее, а затем приподнимал зад и закупоривал отверстие, как пробка бутылку. После этого он пододвигал к себе миску с едой и начинал спокойно, неторопливо копаться в ней, а его разъяленный сородич, визжа и фыркая, безуспешно царапал его неуязвимый бронированный зад. Волосатый броненосец, стервятник аргентинской пампы, приземистый, с броней, надежно защищающий его от большинства хищников, он, подобно миниатюрному танку, движется по освещенной луною траве и перемалывает своими челюстями почти все, что попадается ему на пути. Броненосец ест фрукты и овощи, а при отсутствии их разоряет птичьи гнезда, пожирая яйца или птенцов, на закуску охотно поедает мышей и даже змей, если наталкивается на них. Но больше всего броненосец любит сочную, пахучую, полусгнившую падаль. Она притягивает его, как магнит притягивает железо. В Аргентине, где расстояние огромное, а стада несчастливый, часто бывает так, что старая или больная корова умирает, и тушей ее остается лежать незамеченной в траве. На солнце она быстро разлагается, запах разносится далеко вокруг, и к падали быстро слетаются мухи, жужжящие словно рой пчел. Запах разлагающейся туши броненосец воспринимает как приглашение на банкет. Покинув нору, он отправляется на поиски и быстро находит лакомство, огромную, кишащую личинками груду мяса, лежащую в траве. Наевшись до отвала, броненосец не в силах уйти от туши, на которой еще остается столько еды, что он роет под нею нору. Там он спит до тех пор, пока не переварит свой обед и снова не почувствует голод. Тогда ему достаточно подняться наверх, высунуть голову из норы и, так сказать, стол для него уже накрыт. как правило, броненосец не покидает падаль, пока не снимет последний клочок мяса с уже побелевших костей. Лишь тогда со счастливым вздохом насытившегося животного он возвращается домой ожидать очередной гибели коровы или овцы. Несмотря на свои извращенные вкусы, броненосец считается отлично едой. Мясо его напоминает нечто среднее между телятиной и мясом молочного поросенка. Пионы часто ловят их, сажают в бочки с грязью и откармливают для собственного стола. На первый взгляд противно есть животное, проявляющее такие низменные вкусы и предпочитающие падаль. Но ведь и свиньи не особенно разборчивы в еде, а то, что ест камбала, вызовет тошноту даже у вурдалаков. В тампе есть животное, чьи привычки настолько же очаровательны, насколько они отвратительны у броненосцев. Но мне не пришлось с ним столкнуться. Это вискача, грызун, величиной с обычного терьера, с таким же, как у него, низкопосаженным туловищем и мордочкой, очень похожей на кроличью. От носа глазам у нее тянется черная полоса, под ней и светло-серая, а потом опять черная. Можно подумать, что вискача начала раскрашивать себя под зебру, но вскоре это надоело, и она бросила работу, едва начав ее. Вискачи живут обычно колониями, до сорока особей в больших подземных норах, называемых вискачеров. Вискачи это богема-пампы. Они ведут самый непринужденный образ жизни, и в их обширных коммунальных норах всегда можно застать друзей, проживающих у них. Земляные совы строят себе квартирки в боковых стенках нор. В заброшенных уголках иногда поселяются змеи, выступающие здесь в роли обитателей мансард. Когда грызуны расширяют свое подземное жилище и покидают часть прежних нор, в них немедленно вселяются ласточки. Во многих вискачеров обитает не менее разношерстная публика, чем в пансионатах Блумсбери. Пока постояльцы ведут себя прилично, хозяева нисколько не беспокоятся о том, кем и как заселено их подземелье. Художественные вкусы вискачи, на мой взгляд, формировались под значительным влиянием сюрреализма. Земля у входа в нору лишена всяких признаков растительности и так плотно утрамбовано множество маленьких ног, что парадный подъезд колонии представляет собой танцевальную площадку. Эти плешины среди пампы являются своеобразными студиями, где вискачи устраивают свои художественные выставки. Они методично складывают в кучи длинные сухие стебли чертополоха, перемежая их камнями, ветками и корнями. Чтобы сделать эти натюрморты еще более привлекательными, вискачи используют все, что только попадается им на глаза. Около одной вискачерос я нашел сооружение из веток, камней и стеблей чертополоха, между которыми со вкусом были вставлены несколько консервных банок, три серебряные бумажки, восемь красных пачек из-под сигарет и коровьи рок. Эта необычная выставка, так любовно и заботливо устроенная посреди бескрайней пустынной пампы, пробудила во мне страстное желание увидеть ее создателя. Я пытался представить себе толстого маленького зверька с грустной полосатой мордой, сидящего при лунном свете у входа в свой дом и поглощенного созданием художественного произведения из сухих растений и различных предметов. Одно время вискачи были наиболее распространенными обитателями пампы, но их вегетарианские вкусы и упорство, с каким они выводили траву на больших участках для занятий художественным творчеством, навлекли на них гнев земледельцев. Фермеры объявили им войну, и грузуны были уничтожены или изгнаны из старых мест обитания. Мы не поймали ни одного вискачей, и, как я уже говорил, мне даже не довелось ее увидеть. Я и теперь очень сожалею о том, что мне так и не удалось встретиться с этим любопытным представителем аргентинской фауны. Интерлюдия авиацион авиационная компания заверила нас, что как только мы доставим наших животных в Буанас-Айрес, можно будет отправить их самолетом в Лондон в течение суток. Поэтому, когда наш грузовик добрался до окраины столицы, я позвонил в отдел грузовых перевозок и, сообщив о своем прибытии, поинтересовался, где я могу разместить животных на ночь. С изысканной любезностью мне ответили, что в течение ближайшей недели животных отправить не удастся и что на территории аэродрома держать их негде. Таким образом, я оказался в чужом городе с полным грузовиком животных, которых негде было пристроить. Положение, мягко говоря, не из легких. Видя наше затруднение, шофер любезно разрешил нам оставить животных на ночь в грузовике. Но утром машина понадобится ему для работы. Мы с благодарностью приняли его предложение и, поставив грузовик во дворе его дома, начали кормить животных. Во время кормежки Джеки пришла в голову счастливая мысль. «Я знаю, что делать!» радостно воскликнула она. «Давай позвоним в посольство!» «Мы не можем звонить в посольство и просить устроить на неделю наших животных!» возразил я. «Посольство не занимается такими делами? Но если ты позвонишь мистеру Джипсу, он, возможно, сумеет нам помочь. Во всяком случае, попытаться стоит». Нехотя, сознавая бесполезность этой затеи, я все же позвонил в посольство. «Алло, вы уже вернулись?» послышался веселый голос мистера Джипса. «Вы удачно съездили?» «Да, спасибо, отлично. Очень рад за вас. Немного вам удалось поймать животных?» «Да, порядочно. Дело в том, что из-за этого я вас и беспокою. Я хотел спросить, не сможете ли вы нам помочь?» «Конечно, а в чем дело?» спросил мистер Джипс, ничего не подозревая. «Нам нужно где-то разместить на недельку животных». Последовала непродолжительная пауза, во время которой мистер Джипс, как я предполагаю, боролся с искушением немедленно повесить трубку, но я недооценил его самообладание. Когда он мне ответил, его голос был таким же ровным и любезным, как обычно, без каких-либо признаков истерии. «Да, это, пожалуй, нелегкая задача. Вам, вероятно, нужен сад или что-либо в этом городе? Да, и желательно с гаражом. У вас ведь нет ничего на примете? Пока нет. Мне нечасто приходится подыскивать помещение для живого инвентаря, так что мой опыт в этом отношении невелик. Если вы зайдете ко мне завтра утром, может быть, к тому времени я что-нибудь найду? Большое спасибо. Благодарно ответил я. Когда вы приходите в посольство? О, нет-нет-нет, так рано не надо, поспешил мистер Джипс. Зайдите что-нибудь около половины одиннадцатого. Я постараюсь к этому времени кое с кем поговорить. Вернувшись во двор, я передал Джеки и Яну содержание нашего разговора. Полодиннадцатого нас не устраивает, сказала Джеки. Шофер только что предупредил, что грузовик ему понадобится к шести часам. Некоторое время мы сидели в мрачном молчании, усиленно работая мозгами. Знаю! Неожиданно воскликнула Джеки. Нет, твердо ответил я, я не буду звонить послу. Да я не об этом. Позвоним лучше Бибите. Черт побери. ну разумеется, и как это мы раньше не сообразили. Я не сомневаюсь, что она нас устроит, продолжала Джеки таким тоном, как будто была искренне убездена в том, что каждый житель Буэнос-Айреса с удовольствием примет участие в размещении небольшого зверинца, стоит его об этом попросить. В третий раз я пошел к телефону, последовавший разговор показал, на что способна Бибита. Алло, Бибита, добрый вечер. Джерри! Здравствуй, мальчик, я только что говорил о вас. Где вы сейчас находитесь? В каком-то пригороде Буэнос-Айреса. Вот все, что я могу сказать. Выясни скорее, где вы, и приезжайте ужинать. Мы бы с удовольствием, если б можно было. Конечно, можно. Бибита, я звоню тебе в надежде, что ты сумеешь нам помочь. Ну, конечно, мальчик, в чем дело? Понимаешь, мы здесь со своими животными. Ты не сможешь пристроить их куда-нибудь на недельку. Бибита весело засмеялась. Ах, произнесла она с напускным смирением, но что ты за человек? В такой час ты звонишь не только для того, чтобы попросить устроить своих животных. Ты всегда думаешь только о своих животных. Я знаю, что сейчас уже поздно, сказал я с раскаянием. Но если мы до утра ничего не найдем, нам придется чертовски трудно. Не отчаивайся, мальчик, я найду что-нибудь для тебя. Позвони мне через полчаса. Чудесно, сказал я, приободрившись. Я очень сожалею, что пришлось беспокоить тебя такими делами. Но нам больше не к кому обратиться. Глупости, ответила Бибита. Разумеется, вы должны были обратиться ко мне. Всего хорошего. Прошло мучительных полчаса. Я снова подошел к телефону. Дыри, все в порядке, я нашла для вас место. Один мой приятель согласился пустить твоих зверюшек в свой сад. У него там есть что-то вроде гаража. Бибита, ты просто чудо! Воскликнул я вне себя от восторга. Ну, разумеется, весело подтвердила она. А теперь записывай адрес. Отвези свой зверинец и приезжайте ужинать. Воспрянув духом, мы помчались по указанному адресу. Через десять минут машина остановилась и, выглянув из кузова, я увидел массивные металлические ворота высотой около двадцати футов. Широкая аллея, усыпанная гравием, вела к дому, напоминавшему несколько уменьшенную копию Виндорского замка. Я уже хотел сказать шоссеру, что он ошибся и привез нас не по тому адресу, как ворота неожиданно раскрылись и приветливо улыбающийся привратник поклонился нам с таким видом, будто перед ним не обшарпанный грузовик, а роскошный Роллс-Ройс. С одной стороны дома проходила крытая веранда. Она-то и была отведена для наших животных, как сообщил привратник. Еще не вполне оправившись от изумления, мы начали разгружать машину. Опасая, что произошло какое-то недоразумение, мы поспешили расставить клетки и удрать, прежде чем хозяин дома поднимет шум. Бабита спокойная и красивая приветствовала нас в своей квартире. Как видно, вся эта история ее насмешила. Ну что, дети, благополучно разместили своих животных? Да, спасибо, все в порядке. Там им будет просто чудесно. твой друг поступил очень великодушно, Бабита. Ах, вздохнула она, разумеется, он чудесный человек, великодушный, очень обаятельный. Вы представить себе не можете, какой он обаятельный человек. И долго тебе пришлось уговаривать его, недоверчиво спросил я. Ну что ты, наоборот, он сам мне это предложил. Я только позвонил ему и сказал, что мы хотим поместить несколько маленьких зверюшек в его саду, и он немедленно согласился. Он мой друг, и разумеется, он не мог мне отказать. Бабита улыбнулась нам ослепительной улыбкой. Да, конечно, я тоже себе не представляю, как он мог тебе отказать. Но мы в самом деле бесконечно признательны тебе. Ты просто наша мать-спасительница. Глупости, сказала Бабита. Пошли скорее ужинать. Только на следующее утро, зайдя к мистеру Джипсу, мы сумели в полной мере оценить, какую трудную задачу пришлось решить накануне Бабитя. Я очень сожалею, извиняющимся тоном, произнес мистер Джипс. Я звонил в несколько мест, и все безрезультатно. Не беспокойтесь об этом, один наш друг нашел подходящее место, сказал я. Очень рад. Наверное, вся эта история доставила вам немало хлопот. Где же вы разместились? В одном доме на проспекте Альвеар. Где, где? На проспекте Альвеар. На проспекте Альвеар? Еле слышно переспросил мистер Джипс. Ну да, а что тут особенного? Ничего, ничего особенного, ответил он с изумлением, глядя на нас. Просто проспект Альвеар для Буэнос-Айреса примерно то же самое, что Парк-Лейн для Лондона. Спустя несколько дней, когда все животные были переправлены самолетами в Англию, выяснилось, что на юг страны нам так и не удастся попасть. Стал вопрос, куда направиться теперь. И тут нам позвонила Бобита. «Слушайте, дети, хотите совершить поездку в Парагвай?» «Мне бы очень хотелось попасть в Парагвай», с горячностью ответил я. «Мне кажется, я смогу вам это устроить. Вы долетите самолетом до Асуньсона, а там один мой друг возьмет вас в свой самолет и доставит в это самое, как оно называется, «Спуэрто Касадо». «Вероятно, ты договорилась об этом с одним из твоих друзей?» «Ну, разумеется». «С кем еще я могу об этом договориться, глупыш?» «Единственным препятствием может быть наше слабое знание испанского языка». «Я тоже об этом подумала». «Ты помнишь Рафаэля?» «Ну, как же, у него сейчас в школе каникулы, и он бы с удовольствием поехал с вами в качестве переводчика». «И ума считает, что такое путешествие пойдет ему на пользу, при условии, что вы не заставите его охотиться за змеями». «Исключительно разумная у него мама! Ты подала блестящую идею! Я просто обожаю тебя и всех твоих друзей!» «Глупости!» ответила Бобита и повесила трубку. Так и получилось, что мы с Джеки полетели в столицу Парагвая Асунсьон. С нами летел Рафаэль, Бесотта Асебал. Всю дорогу в нем клокотала такая жизнерадостность, что к концу полета я оказался себе охладевшим к жизни старым циником. Глава третья. Поля летающих цветов. грузовик скрылись опустив голову и полу закрыв глаза. «Смотри, Рафаэль, весело сказал я, вот наш самолет». Рафаэль вздрогнул, вскочил и посмотрел на крошечный самолет, который подталкивали к нам двое людей. Его глаза удивленно расширились за стеклами очков. «Не может быть!» воскликнул он недоверчиво. «Неужели это наш самолет?» «Похоже, что так». «О, господи!» «А в чем дело?» спросила Джеки. «Это очень милый маленький самолетик». «В том-то и дело, что маленький», ответил Рафаэль. «Ничего, он выглядит достаточно прочным», успокоил я его, «но в этот момент одно из колес перекатилось через небольшую кочку, и все сооружение закачалось из стороны в сторону с мелодичным звоном. «Черт возьми!» в ужасе закричал Рафаэль. «Джерри, сэммипапу сибле!» «Это невозможно! Мы не полетим на этой штуке! Она слишком мала!» «Не волнуйся, Рафаэль, все в порядке», сказала Джеки с оптимизмом человека, никогда не летавшего на маленьких самолетах. «Это очень хороший самолет!» «Правда?» спросил наш друг, беспокойно поблескивая очками. «Ну конечно! В Америке очень много таких самолетов!» «Но ведь вы не в Америке, а в Чако!» «Посмотри!» «У него только одно крыло!» «Насыпа!» «Если оно отломится, мы свалимся в лес!» Он откинулся назад и посмотрел на нас жалким видом. Тем временем самолет был подготовлен к отлету, и пилот подошел к нам, открывая в улобке золотые зубы. «Бьено вамос!» «Ну что ж, отправляемся!» сказал он и начал собирать багаж. Рафаэль поднялся и взял свой чемодан. «Джерри, мне это не нравится!» жалобно проговорил он, направляясь к самолету. «Когда имущество было уложено, для нас самих почти не осталось места, но все же ухитрились сесть, втиснуться в самолет, я с пилотом на переднее сиденье, Джеки с Рафаэлем на заднем. Я сел последним и захлопнул невероятно хрупкую на вид дверцу, которая тут же открылась. Пилот нагнулся и посмотрел на дверцу. «Но бьено! Не годится!» произнес он, схватился мощной рукой за дверцу и захлопнул с такой силой, что самолет заходил ходуном. «О, Господи!» послышался жалобный стон Рафаэля. Летчик весело насвистывая сквозь зубы, задергал ручки управления, мотор взрывел, и машина начала дрожать и трястись. Самолет тронулся с места, подпрыгивая на неровностях почвы, трава слилась сплошное зеленое пятно, и мы оторвались от земли. Набирая высоту, мы любовались открывавшейся под нами местностью, сочной тропической зелью, пронизанной красноватыми прожилками дорог. Мы пролетели над Асунсьоном, розовые дома, которого ярко сверкали на солнце, и вскоре прямо по носу самолета в мерцающем круге пропеллера показалась река Парагвай. Летя на большой высоте, мы видели, что река огненной искрящейся границей разделяла местность на два типа. Под нами были плодородный краснозем, зеленые леса и обработанные поля, окружавшие Асунсьон и занимавшие восточную часть Парагвая. А далее в залентой реке начиналась Чако, необозримая плоская равнина, тянувшаяся до самого горизонта. Подернутая дымкой утреннего тумана, равнина казалась поросшей серебристо-бронзовой травой, кое-где перемежавшейся сочной зеленью маленьких рощиц. Казалось, будто кто-то прошелся по этой равнине гигантскими ножницами и подстриг ее словно огромного пуделя, оставив на шкуре в качестве украшения зеленые островки шерсти. Под нами проплывал безжизненный ландшафт. Единственным движущимся предметом была река, искрившаяся и сверкавшая по мере своего движения поравнине. Река делилась на три-четыре русла, а вдруг растекалась по пятидесяти или шестидесяти руколам, которые извивались и переплетались в затейливом узоре, словно блестящие внутренности какого-то огромного серебряного дракона, вываленные на равнину. Пролетев над рекой, самолет опустился ниже, и я увидел, что равнина, которая показалась мне поросшей сухой травой, в действительности была заболочена. Вода то и дело выдавала свое присутствие ярким блеском. Зеленые рощицы оказались густыми зарослями колючих кустарников, над которыми изредка поднимались пальмы. Местами пальмы росли сомкнутыми рядами, как будто были посажены людьми. Вода искрилась повсюду мгновенными яркими вспышками белого света, но, несмотря на обилие влаги, кустарники выглядели иссушенными и запыленными. Корни растений находились в воде, листья были сожжены солнцем. Это была мрачная, безлюдная равнина, не лишенная, однако, своеобразного очарования. Все же через некоторое время пейзаж нам наскучил, лишь встрепанные кроны пальм давали тут какую-либо тень. Пилот достал из-под сидения бутылку, откупорил ее зубами и протянул мне. В ней был холодный кофе, горький, но освежающий напиток. Я сделал несколько глотков, затем бутылка перешла к Джеки, а от нее к Рафаэлю и вернулась к летчику. Когда он сунул горлышко бутылки в рот и запрокинул голову, самолет нырнул носом к серебряной излучине реки в двух тысячах футов под нами, так что у нас засосало под ложечкой. Осушив бутылку, пилот отер губы тыльной стороны руки, повернулся ко мне и прокричал в самое ухо «Пуэрто Кассадо» и указал куда-то вперед. Сквозь дымчатая марева я различил впереди очертания какого-то темного холма, неожиданно выросшего на плоской ровне. «Около часу!» кричал пилот, показывая мне один палец. «Пуэрто Кассадо, понимаете?» Весь этот час я дремал урывками, между тем, как темная громада холма надвигалась все ближе. Самолет нырнул носом и мы начали быстро снижаться. Вертикальные токи теплого воздуха подхватили крохотную машину и начали трясти и швырять ее. Самолет плясал в воздухе словно искра над костром. Затем он круто накренился и на мгновение равнина приняла наклонное положение. Река повисла над крылом, а горизонт оказался прямо над нами. Выровнявшись мы уверенно направились к небольшому полю, которое можно было отличить от окружающей местности только потому, что на его краю с длинного шеста вяло свисал желтый ветровой конус. Самолет коснулся земли, прокатился немного по траве и остановился. Пилот с улыбкой посмотрел на меня, выключил мотор и сделал широкий всеохватывающий жест. «Чако!» сказал он. «Когда мы вышли из самолета, жара навалилась на нас с почти ощутимой силой и сразу стало нечем дышать. Пожухлая трава под ногами была жесткой и сухой, как стружки, кое-где виднелись островки огненно-желтых цветов. Не успели мы выгрузить из самолета багаж, как вдали показался грузовик. Подскакивая на кочках, он направлялся к нам прямо по полю. За рулем сидел невысокий, толстый парагвайец, на его губах блуждала улыбка, словно наше прибытие немало его забавляло. Он помог нам погрузить вещи, после чего мы покинули посадочную площадку и поехали по пыльной и тряской дороге через лес. Машина поднимала тучи пыли, и мы были настолько поглощены тем, чтобы хоть как-то удержаться за борта грузовика, подпрыгивавшего на ухабах, что я не имел возможности рассмотреть местность, по которой мы проезжали. Через десять минут мы с грохотом ехали в Касаду. Поселок представлял собой обычное для Южной Америки скопление полуразвалившихся лачуг, разделенных разъезженными улицами без всякого покрытия. Мы проехали мимо огромного мангового дерева, стоявшего в центре поселка. В тени его укрывалось множество людей. Некоторые спали, другие беседовали, оживленно шла торговля тыквами, сахарным тростником, яйцами, бананами и другими товарами, расположенными прямо в пыли. Отведенный нам домик находился в конце поселка и был едва виден за стеной апельсиновых деревьев и грейпфруктов, между которыми росли кусты гибискуса, покрытые крупными красными цветами. Дом и его зеленая завеса были окружены сетью узких, мелких оросительных каналов, заросших травой и водорослями. Воздух оглашался мелодичным жужжанием москитов, ночью к нему присоединялись многочисленные древесные лягушки, жабы и цикады. Древесные лягушки кричали возбужденными, пронзительными голосами. Жабы крякали, тяжеловесные, задумчиво, а цикады время от времени издавали звуки, напоминавшие сопрано-электрической пилы, разрезающей лист кровельного железа. Дом был удобен, хотя и без излишеств. Он состоял из трех комнат, смежных, как это принято в Испании, причем потолки всех трех комнат протекали. Несколько поодаль находились кухня и ванная, соединявшаяся с домом крытой галереей. Десять минут спустя после приезда я обнаружил, что ванную нам придется делить со многими представителями местной фауны. Там проживало несколько сот комаров, множество крупных, блестящих, проворных тараканов и несколько угрюмых с виду пауков, занимавших пол. На бачке унитаза сидело несколько худосочных древесных лягушек с выпущенными глазами и висела маленькая летучая мышь. Она злобно запищала и, как все летучие мыши, очень напоминала потрепанный зонтик. К несчастью, я ни с кем не поделился своими зоологическими открытиями, и Джеки, войдя в ванную после меня, выскочила оттуда как ошпаренная, оставив там мыло, полотенце и зубную щетку. Дело было в том, что летучая мышь, очевидно возмущенная постоянным хождением, слетела с бачка и, хлопая крыльями, повисла в воздухе перед лицом Джеки. Довольно незвительно Джеки заметила мне, что до сих пор она не считала летучих мышей необходимым условием опрятной жизни. В конце концов, мне удалось убедить ее в том, что, несмотря на свою антиобщественную выходку, летучая мышь совершенно безвредна. Однако, впоследствии, заходя в ванную, Джеки опасливо косилась на летучую мышь, которая висела на бачке и с неприязнью смотрела на нее. Не успели мы разобрать вещи, как нас приветствовал другой представитель местной фауны в образе нашей хозяйки, смуглой черноглазой женщины, которую, как она нам сообщила, звали Паула. Лицо ее еще сохранило следы былой красоты. Телеса ее так и выпирали из платья, но, несмотря на это, движения отличались исключительно легкостью и изяществом. Она плавала по дому, словно кучевое облако, разрастающееся в грозовую тучу, напевала лирические песенки, глядя перед собой затуманенным взором и с упоением занимаясь уборкой, которая состояла в том, что она сметала на пол все предметы, лежавшие на столах и стульях, а потом с тяжелым кряхтением подбирала то, что не разбилось. Вскоре мы убедили, что Паула занимает в местном обществе высокое и почетное положение. Она была владелицей дома свиданий, и молодые незамужние девицы находились на ее попечении. Паула относилась к своим обязанностям со всей ответственностью. Раз в две недели она выводила девочек встречать прибывающий пароход и по-матерински внимательно следила за тем, как они торговались с членами экипажа и пассажирами. Примерно на расстоянии мили от пристани пароход всегда давал гудок, предупреждая о своем прибытии. По этому сигналу Паула мчалась в свою хижину переодеваться. Она втискивала огромные грудью в крохотный бюстгальцер, оставляя открытым то, что туда не входило, надевала платье какого-то невообразимого фасона и цвета, ссылала ноги в туфли с каблаками высотой в 6 дюймов, выливала на себя чашку какого-то удушающего зелья и мчалась к пристани со своим отборным товаром, торопя болтающих и смеющихся девиц. В эти минуты она напоминала пожилую, добродушную учительницу, сопровождавшую на прогулке своих воспитанниц. Занимаясь столь важное положение, Паула держала в своих руках весь поселок, включая и местную полицию. Для нее не существовало неразрешимых проблем. Она могла достать все, что угодно от контрабандных бразильских сигарет до восхитительного дульча-де-лятча, то есть молочных сладостей. Это кондитерские изделия из сладкого молочного крема, широко распространенные в Латинской Америке. И по первой просьбе немедленно отправляла своих девочек на поиски. Горе тому жителю поселка, который отказывался помочь Пауле. Жизнь его в биологическом аспекте становилась невыносимой. Вскоре мы убедились в том, что Паулу стоило иметь своим союзникам. Хотя мне очень хотелось поскорее ознакомиться с окрестностями, пришлось обуздать свое нетерпение. Остаток дня ушел на то, чтобы распаковать и разобрать снаряжение и навести элементарный порядок вдоль. Рафаэль по моему научению расспросил Паулу, какие существуют местные способы передвижения. Паула перечислил три способа. Вверху на лошадях, на повозке, запряженной быками, и на ауто-виас. В результате дальнейших расспросов выяснилось, что ауто-виас была своего рода железной дорогой Чако, хотя термин железная дорога был тут чистым эвфемизмом. Ауто-виа представляла собой узкоколейку, на которой были взрамождены ветхие автомобили марки Форд 8. Дорога имела протяженность около двухсот километров и была для нас истинным даром богов. Паула заверила нас, что если мы пройдем по поселку к тому месту, где начинается линия, мы увидим там ауто-виас, а где-нибудь поблизости найдем и водителя, который скажет, на какой час назначен ближайший рейс. Мы с Рафаэлем немедленно отправились выяснять возможности железной дороги Чако. Действительно, на противоположном конце поселка мы разыскали железнодорожную колею, правда, не без труда, так как рельсы до того заросли травой, что их почти невозможно было разглядеть. Сама колея была настолько фантастического свойства, что я онемел от страха, увидев ее. Она была около двух с половиной футов шириной, рельсы были изношены и стерты до блеска. Выгибаясь то вверх, то вниз, они были похожи на двух серебристых змей, которые, извиваясь, уползают в траву. Я представить себе не мог, чтобы какой бы то ни было экипаж мог удержаться на них. Впоследствии, когда я увидел, с какой скоростью аутовьез мчатся по этим рельсам, мне казалось просто чудом, что мы возвращались живыми из наших поездок. Чуть подальше мы обнаружили запасной путь, на котором стояло несколько невероятно потрепанных аутовьез, а невдалеке под деревом увидели столь же потрепанного водителя, мирно спавшего в высокой траве. Когда мы его разбудили, он сообщил, что на следующее утро аутовьез совершит рейс километров на двадцать, и если мы захотим, он возьмет нас с собой. Стараясь не вспоминать о извивающихся рейсах, я заявил, что как раз этого мы и хотим. Я рассчитывал, что такая поездка позволит нам познакомиться с окрестностями и определить, какие виды птиц наиболее распространены здесь. Мы поблагодарили водителя, который, пробормотав в ответ «надо-надо, ничего-ничего», снова лег в траву и тут же погрузился в глубокий сон. Мы с Рафаэлем вернулись домой и сообщили Джеки приятную новость, ни словом не упомянув о состоянии железной дороги. На следующее утро Паула разбудила нас перед рассветом. Плавно покачиваясь, она вошла в комнату с чайным подносом в руках, находясь в том неестественно приподнятом настроении, какое бывает у некоторых людей, в самые ранние утренние часы. Она прошла в комнату Рафаэля, и мы услышали, как она бодро спрашивает его о чем-то, а он отвечает ей невнятным бормотанием. Было еще темно, но трели цикад уже перекрывались сонными криками петухов. Появился Рафаэль в очках и нижнем белье. «Это женщина», начал жаловаться он, «она так рада будить меня, мне не нравится». «Рано вставать очень полезно», возразил я. «Ты проводишь в пячке полжизни, подобно зимующему медведю. Кто рано встает, тот бодр и здоров», лицемерно поддержала меня Джеки, подавляя зевок. «Ты собираешь ехать в таком виде или наденешь еще что-нибудь?» спросил я нашего озадаченного переводчика. Рафаэль нахмурился, пытаясь осмыслить сказанное. «Я бы, пожалуй, и так поехал», продолжал я разыгрывать его. «Костюм очень хорош, а если снять очки, ты не увидишь москитов». «Не понимаю, Джерри», проговорил наконец Рафаэль. С утра он владел английским языком значительно хуже, чем в остальное время суток. «Ничего, одевайся скорее, Алтувия нас ждать не будет». Полчаса спустя наша Алтувия уже тряслась по рельсам, окруженная густым прибрежным туманом, казавшимся молочно-серым в предрассветных сумерках. Когда мы выехали из поселка и собаки, преследовавшие нас отстали, из-за деревьев неожиданно показалось солнце, терев все краски с восточной части неба и залив его морем света. Мы тряслись и качались в своем экипаже все дальше и дальше углубляясь в лесные дебри тяку. Лес был низкорослый, но деревья стояли так близко друг к другу, что их ветви переплетались между собой. Почва была заболочена и покрыта густой растительностью, среди которой выделялись колючий кустарник и, как ни странно, кактусы. Некоторые кактусы имели вид склеенных краями зеленых тарелок, усыпанных желтыми колючками и розовато-лиловыми цветами. Другие напоминали осьминогов, раскинувших по земле свои длинные щупальца или обвивающих деревья колючими объятиями. Были и такие кактусы, которые походили на большие зеленые гусарские киллера, как бы подернутые черной дымкой колючек. Многие кактусы росли и цвели наполовину в воде. Между рельсами железной дороги росло множество мелких растений высотой всего в несколько дюймов, увенчанных мелкими чашеобразными красными цветками. Местами их было так много, что мне казалось, будто мы едем по какой-то бесконечной клумбе. Время от времени лес прерывался, и перед нами открывались большие травянистые пространства, на ноги акры, усеянные огненно-красными цветами на высоких стеблях и аккуратно разделенные рядами пальм, округлые кроны которых напоминали снопы зеленых ракет, разлетающихся в небе. На этих травянистых полях можно было увидеть множество черно-белых тиранов, небольших птичек, величину с воробья, с глинцевито-черными спинками и ослепительно белыми грудкой и шейкой. Они сидели на ветках и стволах мертвых деревьев, время от времени взмывали воздух, хватали на литу насекомых и возвращались на место. Их грудки сверкали на фоне травы, словно падающие звезды. Местные жители называли их флорбланка, белые цветы, и это прозвище очень подходило к ним. Мы видели целые поля этих летающих цветов. Птички вспархивали и устремлялись к земле, и их грудки сверкали ослепительной белизной, которую можно было сравнить разве что с блеском солнца на воде. Самыми удивительными в этой местности были деревья, стволы которых у основания неожиданно расширялись, наподобие кувшина для вина. У них были короткие искривленные ветви, скудно украшенные мелкими бледно-зелеными листьями. Деревья эти росли небольшими группами, казалось, они впитали в себя слишком много влаги и стволы поэтому непомерно раздулись. «Как называются эти деревья, Рафаэль?» крикнул я, стараясь перекрыть своим голосом стук колес. «Пьяное дерево», ответил он. «Пало Бораччо». Видишь, какие они толстые, Джерри? Говорят, что они слишком много пьют, поэтому их здесь называют пьяными деревьями. «Пьяные деревья» — это действительно подходящее название, и место как раз для них. Весь лес здесь кажется пьяным. в самом деле вся местность выглядела так, словно природа решила устроить грандиозную попойку и пригласила на нее самых различных представителей растительного мира умеренного, субтропического и тропического поясов. Всю выведелись высокие пальмы, устало склонившие головы. Это были завсеграты баров с длинными нечесанными волосами, колючие кустарники схватились в пьяной ссоре. Элегантные нарядные цветы соседствовали с небритыми кактусами. Пьяные деревья с раздувшимися животами любителей пива склонялись к земле под самыми неожиданными углами. И везде над этой ургией растения истновали тираны, словно маленькие юркие официанты в белоснежных манишках. Вскоре мне пришлось познакомиться и с отрицательными сторонами местности. После одного поворота перед нами открылась живописная, окаймленная пальмами топь, на которой кормились четыре огромных аиста ябиру. Медленно и величественно перелегались они по траве и сверкающим разводе, очень напоминая виденную мною однажды процессию негритянских проповедников в белых стихарях. У аистов было белоснежное оперение, угольно-черные клювы и шеи, втянутые в сутулые плечи. Степенно и задумчиво вышагивали они по воде, время от времени застывая на одной ноге и слегка разводя в стороны крылья. Желая понаблюдать за ними несколько минут, я попросил водителя остановиться. Удивленно посмотрев на меня, он затормозил, и аутовия со скрипом остановилась в футах в пятидесяти от птиц, которые не обратили на нас ни малейшего внимания. Не успел я поудобнее устроиться на деревянном сиденье и поднести глазам бинокль, как вдруг невероятных размеров полосатый комар влетел в авториел и сел на мою руку. Я небрежно стряхнул его и поднял бинокль глазам, но тут же опустил и захлопал рукой по ногам, на которых уже сидели четыре других комара. Посмотрев вокруг, я к своему ужасу обнаружил, что висевшая над травой легкая дымка в действительности была тучей комаров, которые надвигались на нас с возбужденным жужжанием. Через несколько секунд туча обволокла на. Комары облепили наши лица, шеи, руки, и даже одежда не спасала от укусов. Давя на себе комаров и проклиная все на свете, я потребовал от водителя немедленно трогаться, так как при всей моей любви к птицам был не способен наблюдать их в таких условиях. Когда Аутовиево тронулось, большинство комаров отстало, но несколько наиболее упрямых продолжали преследовать нас на протяжении примерно полумилей. Нападения комаров при каждой остановке отравляли удовольствие от поездки, так как ни на одном месте нельзя было продержаться более десяти минут, не рискуя сойти с ума от укусов. Охота и киносъемки в этих условиях были трудной, мучительной работой. Пока я возился с аппаратом, определяя выдержку и фокусировку, кто-то должен был обязательно стоять рядом и обмахивать меня шляпой, чтобы отогнать хотя бы часть насекомых, иначе я не мог сосредоточиться и быстро терял терпение. В Пуэрто-Касадо мы вернулись после полудня, багровые и распухшие от укуса. За все утро я снял около двадцати футов пленки. Эта поездка, хотя и была несприятна, но все же дала мне возможность ознакомиться с местностью и затруднениями, ожидающими нас. Теперь можно было приступить к основной работе, собиранию представителей фауны, кишащего комарами пьяного леса. Глава четвертая Оранжевые броненосцы Первый экземпляр нашей коллекции, пойманной жителем Пуэрто-Касадо, появился у нас в доме через сорок восемь часов после нашего приезда. В ранний предрассветный час, когда цикады и древесные лягушки боролись с местными петухами за вокальное превосходство, меня разбудил чей-то громкий возмущенный визг, полностью перекрывавший все другие звуки. Я сел в кровати и изумленно уставился на джеке, которая с не меньшим изумлением смотрела на меня. Не успели мы рта раскрыть, как снова раздался пронзительный крик, который, как мне казалось, исходил из кухни. Вслед за криком послышался громкий возбужденный разговор на непонятном для нас языке гуарани. Гуарани индейское племя, коренные жители бассейна рек Парана и Парагвай. Язык гуарани широко распространен в республике Парагвай. Господи боже, сказала Джеки, по-моему, это голос Паулы. Что там происходит? Я вылез из постели и начал искать свои туфли. Кричит она так, будто ее пытаются изнасиловать. Этого не может быть, сонно возразила Джеки. Из-за этого она бы не стала так кричать. Я с неодобрением посмотрел на нее и направился на кухню, где стал свидетелем необыкновенного зрелища. Дверь была широко раскрыта, на пороге, озаренной розоватыми отблесками огня, подбоченившись, стояла наша хозяйка. Ее роскошная грудь тяжело вздымалась после длинной тирады на языке гуарани. Перед ней стоял маленький худощавый индейец в оборванной одежде, держа в одной руке помятую соломенную шляпу, а в другой какой-то круглый предмет, очень похожий на футбольный мяч. Он говорил что-то Пауле мягким, успокаивающим тоном, а потом протянул этот футбольный мяч. Паула отскочила и издала такой пронзительный негодующий крик, что большая жаба, сидевшая около порога кухни, испуганно прыгнула в ближайший куст гибискуса. Но индейец, видно, был не из пугливых. Он положил шляпу на землю, опустил в нее футбольный мяч и начал что-то говорить, оживленно жестикулируя. Паула перевела дух и обрушила на него поток ругательств. Скандал на кухне в пять часов утра, когда двое стараются перекричать друг друга на языке гуарани, сплошь состоящим из гортанных звуков. Это было для меня слишком... Алло! громко крикнул я. Бианус Диас! Добрый день! Это немедленно возымело свое действие. Индейец подхватил шляпу вместе с мячом, прижал ее к распахнутой рубашке, поклонился и отошел в темноту. Паула привела в порядок свой дуст, грациозно поклонилась и направилась ко мне, вся трясясь от возмущения. «Ах, сеньор!» сказала она, задыхаясь и лихорадочно сжимая кулаки. «Ах, сеньор! Что это за человек? Добрый день, сеньор! Я чувствую!» Я хмуро посмотрел на нее и начал припоминать весь свой запас испанских слов. «Хомбре! Человек!» сказал я, показывая пальцем в ту сторону, где стоял индейец, совершенно исчезнувший на фоне деревьев и кустов. «Человек! О чем вы спорите?» Паула бросилась в темноту и вытащила оттуда упиравшегося индейца. Она подтолкнула его ко мне и, отойдя в сторону, величественно ткнула в него толстым коричневым пальцем. «Хомбре!» сказал она срывающимся от волнения голосом. «Плохой человек!» «Почему?» спросил я. «Мне было искренне жаль индейца». Паула посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Почему?» переспросила она. «Почему?» «Почему?» повторил я, чувствуя, что все это очень напоминает дуэт из какой-нибудь оперетки. «Смотрите, сеньор!» ответила Паула. «Смотрите!» Она схватила шляпу, которую индейец крепко прижимал к груди, и показала мне лежавший в ней футбольный мяч. При ближайшем рассмотрении, хотя все происходило в темноте, оказалось, что вызвавший негодование Паулы предмет был меньше футбольного мяча, но почти такой же формы. С минуту все мы молча смотрели на него. Затем Паула набрала в легкие воздух и оглушила меня пулеметной очередью испанских слов. Из них я мог разобрать только регулярно повторявшееся слово «хомбра» «человек». Я понял, что без посторонней помощи не обойтись. «Моменто!» произнес я, подняв руку, затем повернулся и вошел в дом. «Что случилось?» спросила Джеки, увидев меня. «Понятия не имею. Похоже, Паула страшно оскорблена тем, что какой-то индейец пытается всучить ей рождественский пудинг». «Рождественский пудинг?» «Ну да!» «Не то рождественский пудинг, не то футбольный мяч, не разбери поймешь. Хочу разбудить Рафаэля. Пусть выяснит в конце концов, что здесь происходит». «Едва ли это может быть рождественский пудинг». «Мы в Чаку», ответил я. «А в Чаку все может быть». Рафаэль, как и следовало ожидать, спал. Он свернулся в клубок под кучей одеял и равномерно посапывал. Я стащил с него все одеяло и пошлепал его по спине. В ответ раздался громкий стон. Я снова пошлепал его, и Рафаэль поднялся, глядя на меня бессмысленным взглядом и разинув рот. «Рафаэль, проснись! Я хочу, чтобы ты пошел со мной и перевел кое-что». «Дед Джерри, не сейчас!» жалобно простонал он, вблизоруко щурясь на часы. «Посмотри, только половина шестого. Я не могу так рано». «Идем!» неумолимо настаивал я. «Вылезай из постели! Мы, кажется, договорились, что ты будешь у нас переводчиком!» Рафаэль надел очки и посмотрел на меня с искренним возмущением. «Да, конечно, я обещал быть переводчиком только не в пять утра!» «Ну, хватит разговаривать, одевайся!» «К Пауле пришел индеец! Они спорят о чем-то, какой-то футбольный мяч!» «Я ничего не могу понять, и ты должен мне помочь!» «Я просто обожаю это чака!» с горечью сказал Рафаэль, надевая туфли. Охая и зевая, он пошел за мной на кухню. Паула и индеец стояли на том же месте, футбольный «Буэнос диэс!» сказал Рафаэль, сонно моргая глазами. «Что случилось?» Паула вся затряслась и принялась рассказывать что-то Рафаэлю, подкрепляя свои слова мимикой и волнообразно колыхая телесами. Время от времени она прерывала свою речь и указывала пальцем на преступника, молча стоявшего со своим пудингом в руках. В конце концов она выдохлась и в изнеможении прислонилась к стене, тяжело переводя дыхание. «Ну так что же случилось?» спросил я Рафаэля, который, казалось, был совершенно сбит с толку. «Знаешь, Джерри, я сам не очень-то понял, в чем дело», ответил он, почесывая затылок. «Она говорит, что этот человек принес что-то нехорошее. Эээ, как это говорится, пакость, так что ли? Он ей ответил, что она лжет и что ты охотно купишь эту вещь. Так о чем же в конце концов идет речь?» Рафаэль повернулся к владельцу пудинга, индейец посмотрел на него и застенчиво улыбнулся. «Бихо», проговорил индейец, протягивая шляпу с мечом. «Бихо» было первым и, на мой взгляд, самым важным словом, которое я выучил по прибытии в Южную Америку. В переводе оно означает «животное». Этим всеобъемущим словом здесь называют любое живое существо, и, естественно, я постарался сразу же запомнить его. Теперь, когда индейец произнес магическое слово, до меня вдруг дошло, что я принял за рождественский пудинг какое-то живое существо. С радостным возгласом я подскочил к индейцу, вырвал у него шляпу и помчался на кухню, чтобы при свете лампы разглядеть ее содержимое. В шляпе, свернувшись в плотный клубок, лежал зверек, о встрече с которым я давно мечтал. Это был трехпоясной броненосец. «Рафаэль!» крикнул я вне себя от возбуждения. «Посмотри, что здесь!» Он вошел в кухню и посмотрел на броненосца, которого я держал в руках. «Кто это, Джерри?» Любопытно он спросил. «Это броненосец. Понимаешь, пелуда, волосатый, из тех, что свертываются клубком, маленькие. Я показывал тебе рисунки». «А-а-а, помню». Лицо Рафаэля просветлело. «Здесь его называют тату наранья». «А что такое наранья?» поинтересовался я. «Наранья значит апельсин». «А-а-а, Он действительно очень похож на апельсин». «Они тебе нужны?» спросил Рафаэль осторожно тычем зверька пальцем. «Господи, ну конечно! Чем больше, тем лучше. Рафаэль, спроси этого человека, где он поймал броненосца, сколько за него хочет и не может ли поймать еще?» Рафаэль повернулся к индейцу, который улыбаясь стоял в дверях и перевел ему мои вопросы. Тот энергично закивал и то и дело запинаясь начал объяснять что-то на испанском языке. Выслушав его, Рафаэль повернулся ко мне. «Он говорит, что может наловить их сколько угодно, Джерри. Здесь их сколько угодно в лесу. Он хочет знать, сколько тебе нужно». «По меньшей мере шесть штук. Сколько он просит?» Торг между Рафаэлем и индейцем продолжался около десяти минут. Затем Рафаэль спросил меня. «Пять гуарани. Недорого будет?» «Нет, это вполне разумная цена. Столько я ему заплачу. Спроси его, возьмется ли он показать мне место, где живут броненосцы?» Рафаэль и индейцы снова посовещались. «Да, он говорит, что покажет тебе то место. Только это в лесу, Джерри. Туда можно проехать только на лошадях». «Чудесно!» обрадовался я. «Скажи ему, чтобы он снова зашел к нам после полудня, и мы отправимся на охоту вместе с ним». Рафаэль перевел мое предложение, индейец кивнул и улыбнулся мне широкой дружеской улыбкой. «Хорошо, очень хорошо», сказал я, тоже улыбаясь ему, «сейчас принесу деньги». Когда я направился в комнату, бережно неся в руках маленького броненосца, Паула издала отчаянный вопль, но у меня не было ни малейшего желания считаться с ее оскорбленными чувствами. Джеки все еще сидела в постелях, муро разглядывая следы укусов комаров на руке. «Посмотри, что я принес», весело сказал я и бросил свернувшегося в клубок зверька на кровать. Очень довольный своим приобретением, я совершенно упустил из виду, что моя жена к тому времени, как, впрочем, и до сих пор, еще не научилась животных. Отбросив в сторону одеяла, она отскочила в противоположный конец комнаты таким прыжком, которым могла бы позавидовать любая балерина. Сочтя себя в безопасности, она посмотрела на зверька. «Кто это?» спросила она. «Что с тобой, дорогая? Почему ты так испугалась? Это броненосец, он совершенно безобиден». «Откуда мне знать?» ответила Джеки. «Ты ворвался в комнату, ничего не и сказав, швырнул мне этого зверя. Может, ты все-таки снишь его с кровати?» «Он не тронет тебя», убеждал я ее. «Честное слово, он совершенно безобиден». «Я верю тебе, дорогой, но я не собираюсь играть с ним в постели в пять часов утра. Почему бы тебе не положить его на свою кровать?» Я осторожно перенес броненосца на свою кровать и пошел рассчитываться с индейцем. Когда мы с Рафаэлем вернулись, Джеки сидела на кровати со страдальческим видом. Посмотрев на свою кровать, я к своему ужасу обнаружил, что броненосец исчез. «Не волнуйся», подчеркнуто, мягко, сказала Джеки. «Этот чудный маленький зверек просто зарылся в постель». Я разворошил постель и нащупал броненосца, отчаянно барахтавшегося в кучу простынь. Как только я его вытащил, он снова свернулся плотным клубком. Присев на кровать, я внимательно рассмотрел его. Свернувшись, он напоминал своими очертаниями и размерами небольшую дыню. С одной стороны шара проходили три пояса, от которых зверек и получил свое название. Три ряда роговых пластинок, разделенных тонкими прослойками розовато-серой кожи, выполнявшей роль шарниров. На другой половине шара голова и хвост зверька сходились вместе. Они были покрыты бугристыми бронированными плитками и напоминали по форме равнобедренные остроугольные треугольники. Когда броненосец сворачивался, оба треугольника плотно прилегали друг к другу, закрывая доступ к мягким уязвимым частям тела животного. Вся бронированная поверхность броненосца была светло-янтарного цвета и казалась искусно сделанной мозаикой. Подробно объяснив своим слушателям особенности наружного строения броненосца, я положил его на пол и мы сидели некоторое время молча, дожидаясь, когда он развернется. Несколько минут он оставался неподвижным, затем начал подергиваться и вздрагивать. Между треугольниками хвоста и головы появилась небольшая щелка, затем она расширилась и показалась маленькая мордочка, похожа на поросячьи рыльца. После этого броненосец быстро и ловко развернулся, он как бы лопнул, словно какая-то огромная почка, и на мгновение мы увидели розовое морщинистое брюшко, покрытое грязновато белыми волосами, маленькие розовые лапы и грустную поросячью мордочку с круглыми вылупленными черными глазами. Затем он перевернулся, и теперь из-под брони виднелись только кончики лап и несколько пучков волос. Хвост, торчавший сзади из-под его горбообразного панциря, напоминал шишковатую, утыканную шипами боевую полицу древних. С другого конца высовывалась голова зверька, украшенная треугольной шапочкой брони и двумя крохотными ослиными ушами. Под роговой шапочкой я разглядел лишенные растительности щеки, розовый нос и черные бусинки подозрительных глаз. Круглые задние лапы броненосца, оканчивавшиеся короткими тупыми коготками, очень походили на уменьшенные во много раз ноги носорога. Передние лапы так резко отличались от задних, что оказалось, они принадлежат другому животному. Они были вооружены тремя изогнутыми когтями, из которых средний был самый большой и напоминали скрюченную лапу птичной птицы. Вес задней части тела приходился на плоские задние лапы. Передние лапы опирались на средний коготь, поэтому их подошвы были приподняты над полом и создавалось впечатление, будто зверек стоит на цыпочках. Мгновение броненосец стоял неподвижно, нервно подергивая носом и ушами, потом решил отправиться в путь. Его маленькие лапы пришли в движение, он перебирал ими так быстро, что они слились в одно неясное пятно под панцирем, когти звонко стучали по цементному полу, туловище отставалось совершенно неподвижным. Все это делало броненосца похожим не на живое существо, а на какую-то необыкновенную заводную игрушку. Это сходство стало еще более явным, когда броненосец разбегу врезался в стену, по всей видимости не заметив ее. Мы расхохотали и он настороженно застыл на месте, выгнув горбом спину и каждую секунду готовый свернуться в клубок. Затем, когда в комнате снова стало тихо, он минут пять обнюхивал стену и царапал ее когтями, тщательно пытаясь проделать в ней проход. Убедившись, что это невозможно, зверек повернулся, пробежал через всю комнату и скрылся под моей кроватью. Он похож на гигантскую мокрицу, прошептала Джеки. Мне нравится этот бихо, Джерри, с циническим шепотом проговорил Рафаэль, радостно улыбаясь. Он двигается совсем как танк, правда? Броненосец, постучав когтями под моей кроватью, неожиданно выскочил оттуда и направился к двери. Как назло, Паула выбрала именно эту минуту для того, чтобы войти к нам с чайным подносом в руках. Босарь, она вошла почти бесшумно и броненосец, очевидно, не отличавшийся остротой зрения, не заметил ее появления. Поднос закрывал от Паулы пол. Остановившись на пороге, она сияющей улыбкой посмотрела на нас. Буэнос, Диэс, добрый день, сказала на Джеки. Я принесла чай, сеньора. Броненосец подкатил к ногам Паулы, остановился, обнюхал препятствие и, найдя его достаточно мягким, решил, что именно здесь ему удастся прокопать выход. Не успели мы слово сказать, как он садил свой большой коготь в палец ноги Паулы. Матерь Божья, взвизнула Паула, превзойдя этим коротким восклицанием все вершины вокала, которое достигло за это утро. Она отскочила назад, каким-то чудом удержав поднос наклонился и кувшин полетел на пол. Подносом у броненосца разлилась большая лужа молока. Зверек осторожно обнюхал ее, чихнул, снова обнюхал и принялся жадно лакать молоко. Мы с Рафаэлем, давясь от смеха, тут же поспешили в другую комнату, чтобы успокоить трепещущую от страха хозяйку и забрать у нее поднос. Когда я вернулся с подносом обратно, оказалось, что броненосец, обеспокоенный шумом, дал тягу и скрылся за грудой чемоданов. Насколько силен был зверек, можно судить потому, что чемоданы были битком набиты фотопленкой, батареями и другим снаряжением, и мне стоило немалых усилий поднять любой из них. Между тем, как броненосец, решив искать убежище, втиснулся между стеной и чемоданами и начал расталкивать их с такой легкостью, словно это были пустые картонные коробки. Он исчез из виду, еще некоторое время отчаянно шебаршился между стеной и чемоданами и, наконец, затих. Я решил оставить его там до тех пор, пока мы не попьем чай. Вошел Рафаэль, потирая очки и хихикая. «Это женщина?» сказал он. Подняла большой шум. «Она принесет нам еще молока?» «Да, я попросил ее. Знаешь, Джерри, она не понимает, зачем тебе нужны бихусы». Ей никто не сказал, что мы приехали сюда за бихус. «Ну, хорошо, но теперь ты ей объяснил?» «Конечно, я сказал ей, что мы приехали в Чаку специально для того, чтобы ловить бихус для зоопарков». «И что она тебе ответила?» «Она сказала, что все гринго сумасшедшие, но она надеется, что Бог защитит ее». С усмешкой ответил Рафаэль. «После завтрака, который нам подала еще не оправившаяся от страха Паула, мы соорудили клетку для броненосца. Мы сделали ее с запасом, чтобы в ней можно было поместить еще несколько зверьков, если нам удастся их поймать. Затем я начал вытаскивать броненосца из его укрытия за чемоданами, и это было нелегко. Он засел между стеной и чемоданами, как гвоздь в стене. Как только я его извлек оттуда, он наполовину свернулся и издал несколько еле слышных свистящих звуков. Каждый раз, когда я дотрагивался до его носа или хвоста, он начинал свертываться, тихо и раздраженно фыркая. Я позвал Джеки и попросил ее принести звукозаписывающий аппарат. После того, как мы включили его и поставили микрофон в нескольких дюймах от зверька, я осторожно погладил ему нос. Броненосец спроворно без единого звука свернулся в клубок и замер. Мы всячески обхаживали, шлепали и щекотали его, но не могли больше вытянуть из него ни звука. В конце концов, раздосадованные неудачей, мы посадили его в клетку и оставили в покое. Лишь на следующий день нам удалось записать его тихое фырканье, которым он выражал свое раздражение. В тот же день после полудня появился индеец, ведя в поводу трех страшно заезженных лошадей. Мы вооружились сумками, веревками и другим снаряжением для ловли зверей и отправились на поиски оранжевых броненосцев. Проехав по улицам поселка, мы около двух миль двигались по дороге, тянувшейся вдоль железнодорожной колеи. Потом наш проводник спустился с насыпи и поехал по узкой извилистой тропе, проходившей между густым колючим кустарником и раскидистыми кактусами. В футах в трех над головой я увидел повисшего над белым цветком юнка маленького калибри. Его тельце так и сверкало золотисто-зелеными красками сквозь расплывчатое пятно трепыхавшихся с удивительной быстротой крыльев. Я потянулся к нему рукой, раздался мгновенный шелестящий звук и птичка исчезла, только колоколообразный цветок раскачивался от ветерка, поднятого ее крыльями. Жара была неимоверная, сухой, колючий зной, словно высасывал из человека всю влагу и хотя мои глаза были защищены широкими полями шляпы, я все время жмурился от слепящего блеска солнца. Повсюду вокруг цикады воспевали солнце такими резкими пронзительными голосами, что казалось, будто эти звуки приходят не извне, а возникают в своем собственном черепе. Густая колючая растительность внезапно кончилась, и мы выехали на обширную поляну, на которой рядами выселись огромные пальмы. Их кроны, напоминавшие нечесаные копный волос, свободно пропускали солнечный свет, и тени, падавшие от стволов, тянулись по золотистой траве, как полосы на шкуре тигра. Пара чернолицых ибисов с аккуратными черными усиками и коричневато-серо-черным оперением расхаживала по траве, время от времени тыча в насыщенную влагой почву свои длинные терповидные клювы. Заметив нас, ибисы поднялись в воздух и полетели между пальм с низкими резкими криками «Кронг! Кронг! Ар-Кронг!» Пересекая поляну, мы обнаружили, что она делится на две части широкой, извилистой лентой чудесной, молочно-голубых цветов, уходящей вдаль подобно небольшой речке. Когда мы подъехали ближе, я понял, что перед нами действительно речушка, но она настолько заросла водяными растениями, что увидеть воду было почти невозможно. Сверху ее прикрывал ковер голубых цветов, а под ним виднелись переплетающиеся глинцевито-зеленые листья. Цветы были такой нежной, чистой голубизны, что казалось, будто кусочек неба упал на землю между рядами коричневых стволов пальм. Мы вошли в речку, копыта лошадей мяли листья и цветы, и позади оставалась узкая полоска воды. Черно-красные стрекозы плавно кружили над нами, сверкая на солнце прозрачными крыльями. Когда мы выбрались на противоположный берег и снова вошли в тень пальм, я повернулся в седле и еще раз полюбовался великолепной улицей голубых цветов. Наш след в виде сверкающей полосы воды, перерезал ее, как молния летний небосвод. Покидая сень пальм и снова въезжая в колючий кустарник, мы спугнули одинокого тукана. С огромным светло-желтым клювом, голубыми и пестринами вокруг глаз, опрятным черным оперением и белой грудкой, он напоминал клоуна, который переоделся в вечерний костюм, но забыл стереть лица грим. Тукан внимательно следил за нашим приближением, вертя головой из стороны в сторону и издавая хриплые, свистящие звуки, так крепят старые, несмазанные часы, перед тем, как начинают бить. Одна из лошадей громко схрапнула, тукан испугался и, щелкая большим клювом, со странным лавящим криком, нырнул заросли. Постепенно колючий кустарник стал редеть, теперь он рос отдельными островками на светлой песчаной почве, поросшей пучками травы и кактусами. Трава была почти добела выжжена солнцем, на поверхности почвы наросла твердая корка, сквозь которую с хрустом проваливались копыта лошадей. Одни лишь кактусы стояли зеленые в этом царстве блеклой травы и песка, так как благодаря особенностям своего строения умели улавливать влагу, попадающую к ним в виде росы и редких дождей и запасать ее впрок в своих мясистых колючих отростках, расходуя по мере надобности, подобно тому как медведь во время зимней спячки живет за счет отложенных осенью запасов жира. В отличие от окрестностей тут не было болот, так как это место возвышалось на несколько дюймов над окружающей равниной. Подъем был совсем незаметен, но все же достаточен для того, чтобы посреди болотистой равнины образовался сухой островок. Любой участок земли, приподнятый хотя бы на шесть дюймов над окрестностью, может считаться чуть ли не горой в условиях огромных равнинных просторов Чако. Наш проводник и Рафаэль обменялись несколькими короткими фразами, затем Рафаэль подъехал ко мне. «Здесь мы должны найти тату, Джерри», объяснил он, возбужденно сверкая глазами. «Теперь нам лучше разделиться, правда? Лучше рассыпаться в цепь, верно? Как только ты увидишь тату, пускай лошадь голопом, и тату сразу свернется клубком». «Ты хочешь сказать, что он не убежит? Да, индейец говорит, что броненосец сворачивается и не убегает». «Что-то сомнительно», недоверчиво возразил я. «Нет, это в самом деле так, Джерри». «В таком случае броненосец страшно глупое животное. Вот и индейец говорит, что это очень глупый зверь». «Мы ехали молча на расстоянии пятидесяти ярдов друг от друга, лавируя между островками колючего кустарника. Слышны были только пронзительное стрекотание цикад, хруст твердой корки под лошадиными копытами, поскрипывание кожаной сбруи и звяканье металлических частей. До боли в глазах я вглядывался в заросли, в знойном мареве, маячившие впереди. Из кустарника резко крича выпорхнули десять кукушек гуира и полетели прочь. Длинные красивые хвосты делали их похожими на маленьких желтовато-коричневых сорок. Вдруг ярдах в пятидесяти справа от себя я увидел выгнутую спину броненосца, который как в заводной сновал между пучками травы. Радостно гикнув, я ударил пятками моего рысака и на это последовала столь бурная реакция, что я спасся от падения в кактусы лишь самым постыдным образом вцепившись в седло. Лошадь пошла тяжелым галопом, взметая фонтаны белого песка. Когда мы приблизились к броненосцу футов на пятьдесят, он услышал нас. Быстро обернувшись, он понюхал воздух, с поразительной быстротой свернулся и замер на месте. Я был разочарован тем, что он оправдал свою репутацию глупого животного. Будь он немного поумнее, он догадался бы скрыться в кустарнике. Остановившись в футах в двадцати пяти от того места, где лежал броненосец, я спешился, привязал лошадь к пучку травы и пошел за своим трофеем. К своему удивлению, я обнаружил, что трава, казавшаяся мне такой очень низкой, когда я сидел верхом, в действительности достаточно высока и полностью скрывает от меня броненосца. И тем не менее, зная, в какой стороне он находится, я пошел вперед. Через некоторое время я остановился и оглянулся. Лошадь стояла от меня довольно далеко. Во всяком случае, нас разлило больше, чем двадцать пять футов. Я решил, что потерял направление и, проклиная себя за беспечность, повернул назад. Двигаясь зигзагами через кустарник, я вернулся к лошади, так и не увидев броненосца. Это раздосадовало и расстроило меня. Неужели зверек убежал, когда я проходил мимо? Ругая себя, я вскочил в седло, и каково же было мое удивление, когда я увидел броненосца на прежнем месте, в футах в двадцати пяти от меня. Я снова спешился и пошел вперед, останавливаясь на каждом шагу и внимательно осматриваясь по сторонам. Дойдя до места, где по моим расчетам лежал броненосец, я стал ходить зад-вперед и лишь с третьего захода мне удалось его обнаружить. Взяв броненосца в руки, он был тяжелый и разогрелся на солнце, я мысленно извинился перед ним за то, что считал его тактику глупой. Я вернулся к своим спутникам и в течение двух часов, тщательно обследуя островок сухой земли, мы поймали еще трех броненосцев. Так как близился вечер, мы решили вернуться домой. Теперь деревья и пальмы отбрасывали густую тень. Когда мы пересекали реку с голубыми цветами, оттуда с гудением поднялась куча комаров. Они набросились на нас и лошадей так насосались крови, что их прозрачные вздутые животы стали похожи на красные японские фонарики. В поселок мы въезжали уже в темноте. Лошади устало плелись по грязным улицам, окремлявшие дорогу кусты светились зелеными огоньками светичков, а летучие мыши то и дело пролетали перед нами с тихим довольным писком. Джеки сидела за столом и писала, а наш первый броненосец с важным видом бегал по комнате. Оказалось, он весь день развлекался тем, что рвал проволочную сетку, которой была затянута клетка, и уже выбрался в кусты гибискуса, где Джеки и поймала его. Вернув его в дом, она решила до нашего возвращения оставить зверька в комнате. На время ужина мы пустили броненосецов бегать по полу, и они стучали и гремели своими коготками, как кастаньетами. Остаток вечера мы с Рафаэлем посвятили ремонту клетки. Сняв проволочную сетку, мы прибили вместо нее деревянные планки. На ночь мы оставили клетку в доме, чтобы убедиться в ее полной надежности. На утро казалось, что планки немного обглоданы, но держатся крепко, а все пленники, свернувшись в клубок, мирно спят в своей спальне. Решив вопрос с клеткой, я считал, что трехпоясные броненосцы не причинят мне больше хлопот, так как обычно броненосцы хорошо переносят неволю. Они питаются мясом и фруктами, причем не обязательно, чтобы предлагаемая им пища была очень свежей. В естественных условиях они довольствуются и загнившим червивым мясом. Во всех учебниках говорится, что трехпоясной броненосец питается насекомыми и гусеницами. Поэтому я решил на первых порах давать пойманным зверькам их излюбленную пищу, а затем постепенно приучать их к заменителям. Не жалея времени, мы собрали тошнотворную коллекцию насекомых и предложили их броненосцам. Но вместо того, чтобы жадностью наброситься на червей гусениц и жуков, которых мы с таким трудом набрали. Броненосцы испугались и стали шарахаться от них с явным отвращением. После этой неудачи я попытался перевести броненосцев на обычную их диету в неволе рубленное мясо с молоком. Они полакали немного молока, но к мясу не притронулись. Это было возмутительно. Они вели себя так в течение трех дней. Я всерьез начал опасаться, что они ослабнут от голодания и мне придется их отпустить. Броненосцы стали несчастьем нашей жизни. Нас то и дело осеняли все новые и новые идеи, и мы мчались в клетки с очередным приношением для того, только чтобы в который раз увидеть, как зверьки с отвращением отворачиваются от принесенной им пищи. В конце концов, благодаря чистейшей случайности, мне удалось состряпать мешанину, которая снискала их расположение. Она состояла из растертых бананов, молока, рубленого мяса, сырых яиц и сырых мозгов. Все вместе это выглядело тошнотворно, но броненосцам мне сего очень понравилось. В часы и кормежки они, сломя голову, умчались к миске, обступали ее со всех сторон, отталкивая друг друга и утыкались носами в поло. При этом они фыркали и сопели, а иной раз кто-нибудь громко чихал, обдавая соседей фонтаном брызг. Наладив впитание зверьков, я решил, что теперь-то все трудности позади, и согласно всем законам сбора животных, нашим хлопотом с броненосцами пришел конец. И действительно, вначале все как будто было в порядке. Днем зверьки мирно спали в клетке, свернувшись глубокий или лежа на полу, полураскрывшись и тесно прижавшись друг к другу. В половине четвертого они просыпались, выходили из своей спаленки и начинали словно балерины прохаживаться на цыпочках по клетке. Время от времени они подбегали к решетке, высовывали головы наружу и нюхали воздух розоватыми носами, пытаясь определить, не несут ли им пищу. Иногда в очень редких случаях самцы затевали драку. Это выглядело так. Один из зверьков загонял другого в угол и старался поддеть его головой за край панциря, чтобы перевернуть, положить противника на бок. Победитель тоже ложился на бок и, отчаянно работая когтями, пытался выпотрошить его. После первых таких поединков я стал внимательно следить за броненосцами. Хотя они и не причиняли друг другу особого вреда, крупные броненосцы использовали преимущество роста и силы во время кормежки и отгоняли от миски более слабых своих сородичей. Тогда я решил разместить зверьков парами, состоящими из самца и самки примерно одинакового размера. Для этого пришлось построить клетку, которую Джеки назвала Синг-Синг. Синг-Синг одна из крупнейших тюрем США. Новая клетка представляла собой несколько отдельных квартир, расположенных одна над другой, каждая со своей спальней. К тому времени у нас было уже десять броненосцев, из них составилось четыре пары, два самца остались холостяками. По какой-то непонятной причине самки попадались охотникам реже, чем самцы. Нам приносили много самцов и лишь изредка самку. Женатые пары жили очень дружно в апартаментах Синг-Синга и поединков во время кормежки больше не было. Как-то раз, кончив кормить броненосцев, Джеки пришла показать мне крупного самца. К тому времени зверьки стали совсем ручными и уже не сворачивались, когда мы брали их в руки. Джеки была чем-то озабочена, а броненосец, лежа на спине в ее распрытой ладони, блаженствовал, пока она гладила его розовое мохнатое брюшко. «Посмотри на его лапы», сказала Джеки, протягивая мне зверька. «А что с ним такое?» спросил я, взяв наполовину загибнотизированного зверька и рассматривая его. «Вот смотри, он совсем стер себе подошвы задних лап». «Черт возьми, действительно, отчего бы это?» «Мне кажется», сказала Джеки, «что эти зверьки обойдутся нам слишком дорого. Они уже и так причинили нам больше хлопот, чем все остальные животные вместе взятые. А как у других броненосцев?» «Я не смотрела, я бы и у этого ничего не заметила, если бы он не упал в тот момент, когда я поставила в клетку еду. Я подняла его, и тогда только заметила рану на ноге. Мы осмотрели остальных броненосцев и к своему ужасу у всех обнаружили на задних лапах круглые потертости величиной шестипенсовую монету. Единственное объяснение, на мой взгляд, состояло в том, что деревянный пол клетки был для зверьков слишком тверд, и, имея привычку бегать по клетке, они стерли себе мягкую кожицу на подошвах задних лап. Теперь мы ежедневно выносили всех заключенных из синхинга, клали на землю редком, словно тыквы, и натирали задние лапы пенициллиновой мазью. Надо надо было что-то сделать с полом в клетке. Сначала я попробовал покрывать его толстым слоем мягкой земли, но из этого ничего не вышло. Во время кормюшки броненосцы самым ужасным образом расплескивали свою похлебку по клетке, а затем плотно утаптывали получившуюся массу, и она затвердевала в цемент не только на полу клетки, но и на лапах зверьков. После нескольких экспериментов я решил, что лучшим покрытием служит толстый слой опилок, на который кладется слой сухих листьев и травы. Пол клетки был заслан таким образом, и через 2-3 недели лапы у броненосцев поджили и больше не болели. Многим может показаться, что мы напрасно затратили столько сил и энергии ради каких-то маленьких, малоинтересных зверьков. Но для нас это был настоящий триумф. Отыскание и поимка редких животных, их устройство в неволе, перевод на рацион, заменяющий им питание, которое они получали в естественных условиях, борьба с болезнями и многие другие проблемы такова трудная, утомительная, временами скучная работа зверолова, но успешное разрешение всех этих проблем доставляет огромное удовольствие и моральное удовлетворение. Животное, которое хорошо себя чувствует в неволе, никогда не болеет и ест все, что ему дают, пользуется любовью у зверолова. А если зверек хитрый, упрямый и нежный, то разрешение всех этих задач дело чести для зверолова. И как бы трудно ему не пришлось, успех в этом случае гораздо больше радует его. Глава пятая. Звериная колония. Собственными нашими усилиями и стараниями мужского населения поселка под руководством Паулы мы вскоре собрали кучу представителей местной фауны. Джеки, Рафаэль и я целыми днями работали, не покладая рук, но и делали и чистили клетки, кормили и поили животных, записывали их на пленку и фотографировали. Даже втроем мы с трудом справлялись со всей работой. Волей-неволей пришлось подумать о том, чтобы нанять плотника для изготовления клеток. Я говорю волей-неволей, ибо у меня уже был богатый опыт сотрудничества с этими мастеровыми в различных частях света. И я убедился в том, что все они очень односторонние. Поручите им сколотить стол или дверь, и худо ли, хорошо ли, они с этой задачей справятся. Но попросите плотника сделать несколько клеток для животных, и он немедленно утратит все свое умение и искусство. С большим трудом удается научить его делать что-то, хотя бы отдаленно напоминающее нужную вещь. Но как раз к этому времени обычно приходится переезжать в другое место. Вот почему я долго колебался, прежде чем попросил Рафаэля поручить Пауле найти для нас плотника. Он появился на следующее же утро. Это был низенький, полный человек с таким непроницаемым выражением лица, что я невольно сравнил его с карасем. Хриплым голосом он сообщил, что его зовут Анастасия. Около полчаса я втолковал Анастасию, что нам нужно. Затем дал ему деревянный ящик и попросил сделать из него клетку для птиц. очень быстро обнаружилось, что Анастасий обладает двумя в высшей степени неприятными привычками. Во-первых, он громко и бездарно насвистывал во время работы, а во-вторых, он был явно убежден в том, что гвозди одушевленные существа, одержимые бесом. Вогнав гвоздь в дерево, он продолжал оглушительно колотить молотком, и после того, как шляпка гвоздя поравнялась с поверхностью доски. Затем он делал паузу и подозрительно присматривался к гвоздю, словно ожидая, что тот попытается выскочить обратно и убежать. Гвоздь оставался на месте, но иногда Анастасию казалось, что он начинает шевелиться. Тогда плотник подскакивал к доске и начинал бить молотком со страшной силой до тех пор, пока не убеждался в том, что гвоздь прекратил сопротивление. После каждого убитого гвоздя раздавался громкий бездарный свист, оповещавший всех о победе. Так он трудился над первой своей клеткой и через два часа, наградив нас жестокой головной болью, представил на мой суд свое произведение. На мой взгляд, нет ничего легче, чем смастерить клетку для птиц. Впереди натягивается проволочная сетка, между ней и дном оставляется зазор в полдюйма для удаления отбросов и нечистот. Внутри прибиваются две жердочки и, наконец, делается дверца с таким расчетом, чтобы в нее проходила рука человека. Анастасий создал настоящий шедевр. Его клетка была покойницкой, полной трупов гвоздей, по большей части искривленных или поломанных. Проволочная сетка в нескольких местах была помята в результате слишком усердного преследования гвоздей. Дверь была устроена таким образом, что, закрыв, ее почти невозможно было снова открыть, а, открыв, я не мог просунуть мне руку. Зазор, оставленный для чистки клетки, был так велик, что через него смогла бы вылететь любая птица, за исключением разве что очень откормленного грифа. В угрюмом молчании созерцали мы это сооружение. Джерри, может нам лучше делать их самим, первым нарушил молчание Рафаэль. Нет, Рафаэль, у нас и так слишком много работы, придется терпеть этого палача, будем надеяться, он исправится. Ну, после такой клетки исправиться нетрудно, заметила Джеки. Только кого мы посадим в эту клетку? Ее обитатель должен быть совсем ручным, чтобы его легко можно было снова поймать, если он убежит. В течение недели палач, как мы его прозвали, делал клетки одну хуже другой. Он достиг своего апогея, когда мне понадобилась клетка, обитая изнутри жестью. Он закреплял жесть по новому способу, загоняя огромные гвозди в стенку не изнутри, а снаружи. В результате внутренняя поверхность клетки представляла собой частокол гвоздей, окруженных острыми заусеницами. Все сооружение напоминало какое-то средневековое орудие пыток. Ничего не выходит, Рафаэль, придется его отпустить. Я больше не выдержу. Этот человек явно не в своем уме, сказал я Рафаэлю. Ты только посмотри, что он сделал. Можно подумать, наша задача убивать животных, а не содержать их. Скажи ему, что он уволен, и передай Пауле, чтобы она нашла нам другого плотника, хоть мало-мальски сообразительного. Палач вернулся к разрушительной деятельности, какой он занимался до прихода к нам. А на следующее утро Паула привела худого, застенчивого юношу в кепке. Она представила нам нового плотника и долго распространялась о его удали, сообразительности и личных качествах. Рафаэль показал ему сделанные нами клетки, он тщательно осмотрел их и заявил, что, как ему кажется, он сможет сделать такие же. «Хорошо», сказал я, когда Рафаэль перевел мне весь разговор. «А как его зовут, Рафаэль?» «Кома Салама, как вас зовут?» обратился к нему Рафаэль. «Юлий Цезарь Центуриан», ответил плотник, нервно хихикнув. Итак, Юлий Цезарь Центуриан был принят в нашу компанию. Он действительно оказался очень милым, находчивым и симпатичным человеком. Более того, он на самом деле был превосходным плотником. Как только он взял на себя сооружение клеток, мы почувствовали, что сможем посвящать животным гораздо больше времени. В любой коллекции всегда есть два-три любимца, которые пользуются особыми симпатиями собирателя. Это не обязательно редкие или экзотические животные и не обязательно самые умные. Но в первый же момент, когда я с ними сталкиваюсь, словно чувствую, что они обладают какими-то редкими, не поддающимися точному определению качествами, каким-то очарованием и обаянием, что они наделены индивидуальностью. В чако у нас было три таких любимца. Позднее к ним присоединился четвертый, затмивший их всех, но об этом после. Все три наших любимца были совершенно не похожи друг на друга, но каждый обладал той индивидуальностью, которая выделяла его из общей массы животных. Первым из них был Кай, маленькая обезьянка Дурукули. Ее принес нам однажды безобразный индейец в изрядно помятой соломенной шляпе, на которой болталась голубая лента. Я купил обезьянку с огромным удовольствием. Кроме того, что я вообще люблю обезьян, я очень интересовался именно Дурукули, так как это единственный род обезьян, ведущих ночной образ жизни. Кай был величиной с небольшую кошку. Шерсть у него была серая, на груди она переходила в светло-оранжевую, а на желоте в бледно-кремовую. Маленькие ушки почти полностью прятались в густой шерсти, покрывавшей его голову. Огромные, словно усовые, светло-янтарные глаза были обведены белыми кругами, окаймленными по краям черной полоской. Такая расцветка мордочки в сочетании с огромными глазами и кажущимся отсутствием ушей придавала обезьянке удивительное сходство с собой. Обезьянка была страшно худой, грязной и запущенной. В первые три дня она очень нервничала, и с ней ничего нельзя было поделать. Мы привязали ее к столбу, рядом с которым стоял большой ящик, и на первых порах обезьянка почти все время проводила в нем. Когда мы пытались установить с ней дружеские отношения, она забивалась в дальний угол ящика и с ужасом смотрела на нас широко раскрытыми глазами, ее маленькие лапки тряслись от страха. Она очень изголодалась и жадно ела то, что ей предлагали, но какие бы муки голода она не испытывала, она не выходила из ящика к еде до тех пор, пока мы не удалялись на некоторое расстояние. Но вот как-то раз мне удалось поймать для нее ящерицу. Приблизившись к ящику, где сидел Кай, я присел на корточке и протянул руку с извивавшимся в предсмертных судорогах присмыкающимся. Кай взглянул на лакомство и соблазн оказался сильнее осторожности. Выскочив из ящика, Кай с тихим писком сел передо мной и крепко схватил добычу. Вдруг сообразив, что он еще ни разу не подпускал меня к себе так близко, Кай уже хотел юркнуть обратно в укрытие, но в это время хвост ящерицы слегка пошевелился. Забыв обо мне, Кай сосредоточенным видом откусил хвост ящерицы и, помогая себе рукой, начал смачно хрумкать его, словно это был корень сельдерея. Я сидел совершенно неподвижно, а Кай, наслаждаясь лакомством, время от времени настороженно посматривал на меня огромными светлыми глазами. Взяв в рот последний кусок ящерицы, Кай пожевал его, вынул изо рта, оглядел, снова пожевал и, наконец, проглотил. После этого он внимательно осмотрел свои руки и огляделся вокруг себя, чтобы убедиться в том, что больше ничего не осталось. Вытянув заднюю ногу, он энергично почесал бедро, поднялся и не спеша удалился в укрытие. С того дня он стал больше доверять нам. Вскоре мы обнаружили, что Кай не любит, когда его привязывают на открытом воздухе. Вероятно, он испытывал при этом ощущение полной своей беззащитности. Я принялся за работу и сделал ему клетку. Это было высокое и узкое сооружение с небольшой спаленкой наверху, куда Кай мог удаляться в любой момент. Кай обожал свою спальню и проводил в ней весь день, высовывая в дверцу только голову и передние лапы. В таком положении он обычно и спал, ползакрыл глаза и изредка неожиданно открывая их. Через несколько секунд веки снова смыкались, он начинал клевать носом и в конце концов после многочисленных вздрагиваний и внезапных пробуждений его голова ложилась на передние лапки, он мирно спал. Но как только поблизости случалось что-либо интересное или необычное, его огромные глаза широко раскрывались и он высовывался из спальни, чтобы получше рассмотреть, что происходит. Иной раз, не помня себя от возбуждения, он так вывертывал шею, что его голова поворачивала затылком вниз, и мы уже начинали бояться, что еще немного и она отвалится. Кай мог поворачивать голову и на пол оборота назад, совсем как сова. Он был очень любопытен и не мог оторваться даже от такого зрелища, которое внушало ему страх. Иногда он наблюдал за появлением в лагере новой змеи. С тихим писклявым криком спускался он вниз и смотрел на змею через решетку широко раскрытыми от ужаса глазами, время от времени оглядываясь через плечо как бы для того, чтобы убедиться, что путь отступления не отрезан. Когда ему казалось, что змея слишком близко, он вскакивал на жердочку рядом с входом в спальню и, сидя лицом к сетке, поворачивал голову, продолжая следить за змеей через плечо. Таким образом, Кай мог при первой же опасности спрятаться в укрытие и в то же время наблюдать за пресмыкающимся. Для животного, ведущего ночной образ жизни, Кай удивительно много бодрствовал днем, и едва ли какие-либо события в нашем лагере ускользали от взгляда его огромный глаз и не отмечались его слабым писком. Однажды я крошил для дятла полусгнившее бревно и обнаружил под корой несколько больших жирных тараканов. Желая угостить Кая, я поймал их и принес ему. Закрыв глаза и полуоткрыв рот, Кай лежал с блаженным видом на полу, принимая солнечную ванну. Когда я позвал его, он скачил растерянно глядя на меня. Открыв дверь клетки, я бросил туда самого большого и проворного таракана, считая, что Кай доставит удовольствие поймать его самому. Однако обезьяна, увидев с просонок, что в клетке появилось какое-то живое существо, не стала выяснять подробностей и мгновенно скрылась в спальне. Таракан медленно передвигался по клетке, неуверенно поводя усиками. Немного спустя Кай осторожно высунулся из двери и начал разглядывать, кого я ему принес. Он подозрительно осматривал таракана и на его мордочке, как всегда в моменты нервного возбуждения, видны были только два огромных глаза. После долгих размышлений Кай решил, что насекомое безвредно и, быть может, даже съедобно. Спустившись на пол, он сел рядом с тараканом и начал рассматривать его вблизи. Таракан к этому времени закончил прогулку и решил привести себя немного в порядок. Ложив на животе руки, Кай сосредоточенно следил за тем, как насекомое умывается и отряхивает. Затем он вытянул осторожно лапу и легонько одним пальцем ударил таракана по спине. Таракан немедля задал стрякача, а Кай испуганно отпрянул назад и обтер руку о грудь. Таракан, лихорадочно работая ногами и усиками, добрался до передней стенки клетки и начал пролезать через проволочную сетку. С пронзительным верещанием Кай бросился в догонку и пытался схватить его, но было уже поздно. Я поймал таракана и снова посадил его в клетку. На этот раз Кай неотступно следовал за ним, время от времени притрагиваясь к его спине и обнюхивая после этого свои пальцы. Решив наконец, что, несмотря на отталкивающую внешность, таракан должен быть едобным, Кай схватил его обеими лапами и крепко зажмурив глаза с выражением отчаянной решимости и отвращения, сунул в рот так, что дрыгающие ноги насекомого торчали оттуда словно усы у моржа. С тех пор я стал угощать Кая только предварительно умерщвленными тараканами, иначе он слишком долго набирал садуху для того, чтобы схватить насекомое, и оно успевало пролезть через сетку. Обзаведясь собственной спальней, куда всегда можно было спрятаться в трудную минуту, Кай стал гораздо более доверчивым и ручным, и даже позволял нам гладить его. Зажав в кулаке кусок банана или несколько виноградин, Джеки протягивала кулак Каю. Обезьянка спускалась вниз и с серьезным видом начинала отгибать палец за пальцем, добираясь до лакомства. Поглощая ежедневно множество фруктов и насекомых, а также пару кружек молока, смешанного с витаминами и сырыми яйцами, обезьянка начала быстро прибавлять в весе, а ее мех стал густым и блестящим. В ней уже нельзя было узнать то жалкое, облезлое, запуганное существо, каким мы ее увидели впервые. Основная заслуга тут принадлежит Джеки. Кай любил ее больше, чем меня, и Джеки приходилось чистить и кормить его, возбуждать его аппетит различными лакомствами и играть с ним, чтобы ему не было скучно. Я твердо убежден, говорю это без всякого тщеславия, так как в этом нет моей заслуги, что вряд ли в каком-либо зоологическом парке есть обезьяна дурукули, которая выглядит лучше, чем выглядел Кай, когда его привезли в Англию. В течение некоторого времени Кай безраздельно царствовал в нашем лагере, но вскоре ему пришлось потесниться и поделить свой трон с новым пришельцем. Когда его вытряхнули из корзины, перед нами предстал очень маленький и очень пушистый зверек, похожий на щенка Чау-Чау, с черно-белыми кольцами на хвосте, его мордочка, непонятно зачем, была покрыта маской черной шерсти, из-под которой задумчиво и даже несколько грустно смотрели карие глаза. Он стоял на непропорционально длинных ногах с очень плоскими ступнями, напоминая приунывшего разбойника с большой дороги, обнаружившего, что у него нет при себе пистолета. Ступни его ла были розоватые, а пальцы тонкие и длинные, что называется артистические. Это был детеныш енота-крабоеда, которого мы вскоре прозвали Пу. По двум причинам. Во-первых, он очень напоминал знаменитого медведя, с тем же именем, а во-вторых, это был первый звук, который мы обычно произносили, когда приходили утром чистить его клетку. Я поместил Пу в удобную просторную клетку с деревянной решеткой и небольшой дверцей, закрывавшейся на крючок. Насыпал туда пару ведер опилок и предоставил ему устраиваться по собственному усмотрению. Он вел себя вполне прилично. Сидя на полу, Пу смотрел на нас через решетку, словно диктерпин в ожидании суда. Диктерпин это легендарный английский разбойник, казнен в 1739 году. Однако, вернувшись после полудня в лагерь, мы застали Пу за работой. С видом полнейшей невинности он восседал около дневного запаса яиц для нашего зверинца, точнее говоря, в окружении пустых яичных скорлуп, между тем, как его лапы, морда и шерсть были измазаны в желтке и белке. Когда мы принялись ругать Пу, он смотрел на нас с таким выражением, словно давно уже убедился в том, что жизнь жестока к нему, и ему не от кого ждать ни понимания, ни сочувствия. Я решил выяснить, каким способом этот взломщик выбрался из своей клетки, поскольку мне не приходило в голову ни одного маломальски правдоподобного объяснения. Я посадил его обратно в клетку, запер дверцу на крючок и издали стал наблюдать за ним. Прошло немало времени, прежде чем я увидел, как Пу высунул свой черный нос наружу и повел им в воздухе. Не обнаружив ничего подозрительного, Пу убрал нос обратно и вместо него высунулась лапа с розовой ладонью и длинными тонкими пальцами. Совсем по-человечьей эта лапа потянулась к крючку. Нащупав крючок, Пу одним из своих артистических пальцев поддел и ловко откинул его. Затем он с виноватым видом толкнул дверь и на пороге медленно показалась его задумчивая морда. В течение четверти часа я устанавливал на двери второй запор и укреплял крючок. Но через три дня изучив все хитрости этих механизмов Пу снова удрал. К концу недели дверца его клетки ощетинилась всевозможными задвижками, защелками и крючками, которые поставили бы в тупик даже Гудини. Жан Гудини знаменитый французский механик, изобретал затейливые игрушки и фокусы и успешно демонстрировал их в различных странах. Но это привело лишь к тому, что нам самим приходилось тратить больше времени на открывание дверцы, чем еноту. В конце концов я навесил на дверцу висячий замок и это решило дело. Но Пу и после этого часами сидел около двери клетки, просунув лапы за решетку и ощупывая замок своими чувствительными пальцами и иногда даже не без надежды на успех вставлял палец в замочную скважину. Сентиментальные люди могут сказать, что Пу так упорно стремился вырваться из своей деревянной тюрьмы, потому что его манила свободная привольная жизнь в лесу. Это мнение однако было бы ошибочным. Когда Пу удавалось покинуть клетку, он интересовался только двумя вещами. Во-первых, пищей и во-вторых, клетками с птицами. Если он находил пищу, он сидел в ней до нашего прихода. Если пищи не было, он поднимал страшный переполох у птиц, пристально глядя на них через решетку и облизываясь. Можно также предположить, что если Пу не стремился обрести утраченную свободу, то он вырывался из клетки ради добывания приличной пищи. Иными словами, что мы недостаточно хорошо его кормили. В связи с этим я должен заметить, что Пу ел больше, чем любое другое животное его размер. Этот обжора получал в день два сырых яйца, витамины, полпинты молока с рыбьим жиром, четверть фунта мясного фарша и фрукты в виде бананов, гуаявы и папайи. Все это Пу уничтожал примерно в течение часа и после короткого отдыха был готов продолжать дальше. Обнаружив, что замок не выдает ему свои секреты, Пу все же не отказался от своих попыток и ежедневно посвящал замку полчаса. Остальное время Пу посвящал другим занятиям, среди которых видное место занимали приступы лихорадочной деятельности по уборке помещения. Ежедневно, заканчивая титаническую работу по очистке его клетки, мы посыпали пол толстым слоем свежих опилок. Зверька немедленно охватывала мания наводить порядок, как это бывает с домашними хозяйками. Опилки, рассыпанные по всему полу, явно действовали ему на нервы. Пу начинал всегда с угла, выгребая опилки передними лапами и выбрасывая их между задними. Постепенно он отползал от угла, словно бульдозер, двигая перед собой кучу опилок своим обширным задом. Эта работа продолжалась в торжественном молчании до тех пор, пока на полу не оставалось ни одной соринки, а в каком-либо углу не вырастала огромная конусообразная куча опилок. излишне говорить, что этот угол не использовался енотом для отправления естественных надобностей, хотя именно для этого мы насыпали ему опилки. Он предпочитал отдыхать на опилках в часы полуденного зноя, полулежа, как своего рода шезлонги, и задумчиво перебирая длинными пальцами волосы на своем огромном животе. Когда Пу погружался в такие философские размышления, он очень любил играть куском сала. Зажав его с одной стороны зубами, а с другой задними лапами, он поочередно тянул сало то зубами, то лапами, легонько покачиваясь, словно в кресле качалки. Очевидно, это навевало на него дремоту. Чтобы дать еноту возможность больше двигаться, я решил каждый день на несколько часов выводить его из клетки и привязывать к столбу. Я надел на зверька ошейник из тесьмы и привязал к ошейнику веревочный поводок. В первые полчаса Пу перегрыз поводок, забрался в продовольственный склад и сажал двадцать четыре банана. Я перепробовал самые различные материалы и больше всего работы задал еноту сыромятный ремень, но и он не выдержал неравной борьбы. В конце концов я достал металлическую цепочку, предназначавшуюся для других целей. Она была коротковата, но, по крайней мере, енот ничего не мог с ней поделать. Несмотря на свою плоскостопую, медлительную, шаркающую походку и тучную комплекцию, пол был очень подвижен и энергичен. Ни минуты не сидел на месте и все время искал куда бы запустить свои лапы. При таком избытке энергии еноту быстро все надоедало, и иной раз нам приходилось проявлять исключительную изобретательность, чтобы чем-либо занять дзерка. Только старыми кинопленками Пу мог забавляться до бесконечности. Зажав в зубах длинную, в несколько ярдов целулоидную ленту, а он слонялся по клетке из угла в угол или ложился на спину, держа ленту лапами и близоруко вглядываясь в нее, словно какой-нибудь толстый меланхолик-режиссер, просматривающий свой последний фильм. Тот день, когда я нашел старый, пустой, кокосовый орех, стал для Пу настоящим праздником. Вначале орех внушал ему подозрения, и он приближался к нему бочком, готовый обратиться в бегство при первой же попытке ореха напасть на него. Тронув орех лапой, Пу с удовольствием убедился, что он может катить. Полчаса енот гонял орех взад-вперед, иной раз увлекшись, он закатывал так далеко, что цепочка не позволяла ему достать орех, и он издавал громкие, прерывистые крики, пока Джеки и Илья не возвращали ему игрушку. По совету Джеки, я проделал в скорлупе ореха отверстие. После этого орех из временного увлечения превратился в самую любимую игрушку. Теперь Пу часами сидел на месте, зажав орех между задними ногами и шаря внутри лапой. Время от времени доставал оттуда маленькие кусочки скорлупы. В первый раз он так увлекся, что лапа застряла, и чтобы вызволить его из беды, пришлось расширить отверстие. Пу целыми днями не расставался с орехом, то гоняя его как футбольный мяч, то надевая на лапу, а устав, ложился спать с ним в обнимку. Третьей выдающейся личностью нашего лагеря был зверек с непритязательным именем Фокси. Это был маленький изящный серый лисенок с тонкими лапами, огромным хвостом и быстрыми карими глазами. Когда его поймали, он был еще совсем маленьким, а нам его принесли в трех или четырехмесячном возрасте. Размером он был жестко шерстного терьера и, по-видимому, полностью отказался от всех лисьих повадок. Я даже думаю, что в глубине души Фокси считал себя не лисой, а собакой, и он действительно усвоил многие собачьи манеры. Мы надели на него ошейник с цепочкой, конец который был привязан к кольцу. Кольцо могло свободно передвигаться по проволоке, протянутой между двумя столбами. Это обеспечивало лисенку простор для передвижения и в то же время цепь была достаточно коротка, чтобы он не запутался в ней. Ночью Фокси спал в большой, заслана травой клетке. Каждое утро, когда мы выходили во двор, он приветствовал нас громким и протяжным радостным воем. Как только мы открывали клетку, он начинал низ того вилять своим большим хвостом и приподнимал верхнюю губу, обнажая восхитительной восторженной улыбке свои маленькие детские зубы. Его восторг достигал предела в тот момент, когда его вытаскивали из клетки, и в эту минуту приходилось быть на чеку. Радость встречи настолько захватывала его, что он совершенно забывался и мог обмочить нас. Вскоре после того, как он появился в лагере, мы обнаружили, что в жизни Фокси были две страсти цыплята и тигаретные окурки. Цыплята или за их отсутствием любые другие птицы производили на лисенка завораживающее впечатление. Иногда одна или две курицы из курятника Павлой появлялись в расположении зверинца и подходили к тому месту, где был привязан Фокси. Лисенок приникал к земле, положив морду на передние лапы и навострив уши, его хвост при этом чуть заметно дрожал. Куры медленно приближались, поклевывая рассыпанные зерна и громко кудахтая. Чем ближе они подходили, тем ярче разгорались глаза у лисенка. Куры двигались очень медленно и терпение у Фокси иссякало. Он бросался на кур задолго до того, как они оказывались в пределах досягаемости. С возбужденным тявканьем метался он на цепи, а куры с истерическим кудахтаньем разбегались. Фокси приседал и, сияя улыбкой, оглядывался на нас, взбивая пыль ударами хвоста. Его интерес к окуркам граничил с содержимостью. Заметив окурок, он набрасывался на него и пожирал с выражением глубочайшего отвращения. После этого он полчаса мучительно кашлял, пил без конца воду, после чего был готов схватить следующий окурок. Но однажды Фокси получил урок на всю жизнь. По рассеянности я оставил неподалеку от его клетки почти полную пачку сигарет. И прежде чем я спохватился, Фокси успел изрядно наглотаться. Что было дальше, страшно сказать. Его непрерывно рвало до тех пор, пока из него не вышли последние кусочки табака и бумаги вместе с остатками утреннего завтрака. Фокси был так измучен, что лежал пластом и даже ухом не поел, когда мимо него прошел цыпленок. К вечеру он немного отдышался и съел два фунта мяса и пару сырых яиц. Но когда я протянул ему сигарету, он отскочил и возмущенно фыркнул. С тех пор Фокси ни в каком виде не употреблял табака. Глава шестая Олень, лягушки и жара рака Однажды мы узнали, что на следующее утро Аутуио совершит рейс километров на 25 до поселка Вао. Меня привлекало не только звучное название поселка, но и рассказ о том, что в его окрестностях водятся ягуары. Я хотел попросить местных охотников поставить там несколько капканов. Кроме того Вао было крупное скотоводческое хозяйство и его население составляло по меньшей мере 50 человек, весьма значительная по масштабам Чако цифра. Я рассчитывал найти там уже прирученных животных и, если возможно, купить их. Нам сказали, что Аутуио отправится в 4 часа утра и что, если мы опоздаем, нас не будут ждать. С большим трудом мы добудились Рафаэля и вытащили его из постели. А затем спотыкаясь побрели железнодорожной линии. Лягушки и жабы продолжали в придорожных канавах свой ночной концерт, темная, словно вымершая деревня была окутана поднявшимся с реки туманом. Добравшись до стоявшей в зарослях Аутуио, мы сели на жесткие скамейки и задремали в ожидании водителя. Через полчаса он, наконец, появился и, широко зевая, сообщил, что раньше пяти мы не выйдем, так как ему забыли передать почту для Вао, и он послал за ней. Раздраженные и раздосадованные, мы сидели молча, слушая пение деревенских петухов. Через некоторое время из тумана вынырнул мальчуган, тащивший мешок с почтой. Бросив мешок на заднее сиденье, водитель включил двигатель с таким утробным звуком, которому мог бы и позавидовать любой петух, и колеши дробно застучали по извилистой колее, унося нас в туман. По мере того, как мы удалялись от реки, туман редел и вскоре почти совсем исчез, сохраняясь небольшими пухлыми шапками над водоемами и речками, мимо которых мы проезжали. Нема над нами приобретала серо-стальной цвет, неровные очертания леса вырисовывались на этом фоне с микроскопической четкостью. Постепенно серый цвет перешел в пурпурно-красный, тот, в свою очередь, быстро сменился бледно-розовым, а затем синим. Солнце поднялось над краем леса. При его первых же косых лучах вся местность вдруг ожила и приобрела объемность. Лес казался уже не плоским темным силуэтом, а густым переплетением ветвей вьющихся растений кустарников. Гленцевито блестели влажные отрасы листья. Стайки кукуши гуира стряхивали с перьев воду, а некоторые уже сидели распустив крылья и наслаждались первым теплом наступившего дня. Мы проехали мимо небольшого озера, берега которого кишели представителями мира пернатых. Группами прохаживались ибисы, энергично опуская в грязь свои изогнутые клювы. Высокий аист, раскрыв клюв, сосредоточенно рассматривал в воде собственное изображение. Две яканы купались, обдавая себя сверкающей водяной пылью. С нижней стороны крылья у них были желтые, светолютика. Маленькая саванная лиса, возвращаясь с ночной охоты, выскочила на линию и бежала перед нами около пятидесяти ярдов, прежде чем догадалась вернуть в сторону и скрыться в кустах. Вскоре мы увидели небольшую лужайку, на которой нашим глазам открылось необыкновенное зрелище. Площадь лужайки не превышала двух акров, она была окружена высокими пальмами и на ней усердно трудились большие пауки. Туловище паука, покрытое розовыми и белыми пятнами, было величиной с обыкновенный орех и сидело на длинных тонких ногах, покрывавших площадь размером с блюдца. Пауки плели свои сети из толстых, эластичных, отливавших по золотой нитей. Все кусты и пучки травы на лужайке были затянуты их паутиной, причем каждое гнездо было величиной с автомобильное колесо. В центре гнезда сидел паук, продольные и поперечные нити были унизаны каплями росы, словно золотая парча бриллиантами. Все это сверкало на солнце и было удивительно красиво. Вао мы приехали в половине восьмого. Колея вышла из леса на огромное поле, на котором там и сям параблескивала вода. В траве вдоль полотна кормились стаи клинохвостых попугайчиков ярко-зеленым оперением и сугольно-черными шейками и головками. Когда мы проезжали мимо, они поднимались в воздух и кружили над нами спронзительными криками. Линия заканчивалась на небольшой грязной площадке. Мы оказались в типичном для Чаку поселке с длинным и низким белым зданием, в котором жил управляющий фермой и скоплением полуразвалившихся кижин из пальмовых стволов, в которых ютились рабочие. Когда мы с грохотом и скрежетом остановились, показался Фернандес, управляющий фермой. Через море грязи он зашагал к нам навстречу. Это был высокий, сильный человек с приятным монгольского типа лицом и очень красивыми зубами. Он отличался изысканными манерами и приветствовал нас словно царственных особ. Пригласив нас в дом, он велел своей маленькой смуглой жене угостить нас мате с молоком. Пока мы подтягивали этот густой, сладкий до тошноты напиток, я разложил на столе книги и рисунки, и с помощью Рафаэля, выступавшего в качестве переводчика, завел с Фернандесом разговор о представителях местной фауны. Фернандес узнал по рисункам всех тех животных, которые меня особенно интересовали, и обещал сделать все, что возможно для их поимки. Он рассказал, что ягуары и оцелоты действительно водятся в этом районе. Всего лишь неделю назад ягуар задрал несколько коров, но оба эти хищника чрезвычайно осторожны и поймать их нелегко. Фернандес обещал поставить ловушки в подходящих местах и в случае удачи немедленно известить меня. Когда я начал спрашивать его о более мелких животных, лягушках, жабах, змеях и ящерицах, он улыбнулся обезоруживающей улыбкой и посоветовал пройти на окраину поселка, где производилась расчистка леса. Там, сказал он, можно найти сколько угодно мелких бихот. Пока мы поспешно глотали мате, Фернандес позвал двух индейцев и вместе с ними мы отправились ловить мелюзгу. Мы двигались гуськом по узкой заплывшей грязью тропинки, избивавшейся высокой траве, из которой тучами поднимались комары, прошли большой загон для забоя скота площадью около 70 квадратных футов, обнесенных изгородью из пальмовых стволов. На ней, нахохлившись, в угрожающих позах сидели черные грифы, терпеливо ожидая очередного забоя. Они настолько обнаглели, что когда мы проходили мимо них на расстоянии не более шести футов, они даже не сдвинулись с места и только мерили нас оценивающими взглядами. Вся их компания чем-то напоминала собравшихся для обсуждения деловых вопросов пожилых степенных предпринимателей. Мы шли за Фернандесом по тропинке около полумили. Потом заросшее травой поле кончилось и начался лес. Здесь мы увидели группу индейцев, вырубавших колючие заросли ножами мачете. Они громко переговаривались и смеялись. Их огромные соломенные шляпы выныривали из кустарника то там, то тут, словно живые грибы. Фернандес созвал индейцев и рассказал, что меня интересует. Они робко взглянули на нас и начали о чем-то переговариваться. Затем один из них обратился к Фернандесу и показал на большое дерево, наполовину скрытое кустарником. Фернандес передал слова индейца Рафаэлю, а тот, в свою очередь, перевел их мне. Индейец сказал, что они видели змею, но она очень быстро уползла и спряталась вон под то дерево. Хорошо, спроси сеньора Фернандеса, помогут ли нам индейцы сдвинуть это бревно, когда я попытаюсь поймать змею. После того, как Рафаэль перевел мои слова, Фернандес отдал распоряжение и группа индейцев, толкаясь и хихикая, словно школьники, побежала к бревну и начала вырубать кустарник вокруг. Когда подходы к бревну были расчищены, я вырезал себе подходящую палку и приготовился к боевым действиям. Рафаэль был страшно разочарован, когда я категорически отказался от его помощи, объяснив ему, что я торжественно обещал его матери не подпускать его близко к змеям. После непродолжительной дискуссии, в ходе которой Рафаэль едва не взбунтовался, я уговорил его отойти на безопасное расстояние. Затем я кивнул индейцам. Они поддели своими мачете бревно, откатили его в сторону и бросились кто куда. Из углубления, в котором лежало бревно, грациозно выползла толстая коричневая змея, фута в четыре длиной. Она проползла около шести футов, заметила меня и остановилась. Когда я подошел ближе и наклонился, чтобы прижать ее палкой к земле, она сделала нечто поразительное. Подняла дюймов на шесть над землей тяжелый плоскую голову и начала раздувать шею, так что вскоре передо мной была змея, напоминавшая кобру с развернутым капюшоном. На свете есть много видов змей, обладающих способностью раздувать шею наподобие кобры, но у них все ограничивается небольшим сдутием, которое и в сравнении не идет с красиво распущенным капюшоном кобры. И вот теперь в сердце Чако на континенте, где кобры не водятся, я столкнулся со змеей, до того похожей на кобру, что даже профессиональный заклинатель змей вполне мог ошибиться. Я осторожно опустил палку, пытаясь прижать змею к земле, но она очевидно отлично понимала мои намерения. Опустив капюшон, она довольно быстро и ловко поползла к ближайшим зарослям. После нескольких безуспешных попыток прижать змею к земле, я в отчаянии сунул палку под ее извивающееся тело, когда он уже вползал в кустарник, и отбросил ее на расчищенное место. Это явно не понравилось змее, ибо она замерла на мгновение, глядя на меня с разинутой пастью, а затем снова решительно поползла к ближайшим кустам. Я снова догнал ее, поддел палкой и приподнял от земли, собираясь отшвырнуть на прежнее место. Однако на сей раз у нее были собственные соображения на этот счет. Она сделала неожиданный рывок, полностью развернула капюшон и боком бросилась на меня с разинутой пастью. К счастью, я вовремя разгадал ее маневр и отпрянул назад, едва увернувшись от нее. Змея упала на землю и теперь лежала неподвижно, исчерпав все свои уловки и, вероятно, решив отказаться от дальнейшей борьбы. Я взял ее сзади за шею и посадил в мешок без дальнейших осложнений. Джеки подошла и посмотрела на меня уничтожающим взглядом. «Если ты жить не можешь без этих фокусов, сказала она, старайся, по крайней мере, проделывать их не на моих глазах». «Она чуть не укусила тебя», поддержал Рафаэль, глядя на меня расширившимися глазами. «Кстати, что это за змея?» спросила Джеки. «Не знаю». «Меня смущает капюшон, хотя мне кажется, я где-то читал об этом. Я осмотрю ее внимательнее, когда мы вернемся домой». «А она ядовитая?» спросила Рафаэль, присаживаясь на бревно. «Нет, не думаю, чтобы она была ядовитая. Во всяком случае, не очень». «Помнится, однажды в Африке змея, которую ты считал не ядовитой, оказалась очень ядовитой после того, как она тебя укусила», сказала Джеки. «Там было совсем по-другому», ответил я. «Та змея выглядела абсолютно безвредной, поэтому я ее и поднял». «Ну да, а это похоже всего лишь на кобру, поэтому ты ее и поднял», в том мне ответила Джеки. «Не сиди на этом бревне, Рафаэль», сменил я тему разговора, «под корой могут быть скорпионы». Рафаэль шскочил, а я взял у индейца мачете, подошел к бревну и начал силой бить по прогнившей коре. После первого удара посыпался град личинок жуков и появилась крупная сороконожка. После второго удара кроме личинок показались два жука и унылого вида древесная лягушка. Я неспеша двигался вдоль бревна, подцепляя концом ножа кору и отделяя ее от древесины. Казалось, что кроме этой удивительной коллекции насекомых под кору ничего нет. Но когда я снял кусок коры около того места, где только что сидел Рафаэль, я обнаружил там змею длиной около шести дюймов и толщиной сигарету. Она была испещрена черными, кремовыми, серыми и ярко-красными полосами и выглядела очень живописно. О, Боже! воскликнул Рафаэль, когда я схватил змею. И я сидел на ней, да? Да, сурово ответил я. И в дальнейшем, когда будешь садиться, будь поосторожнее, ты мог раздавить ее. А что это за змея? спросила Джеки. Детеныш кораллового аспида. Сегодня нам кажется, очень везет на змей. Но они ведь очень ядовиты, правда? Да, но не настолько, чтобы убить Рафаэля сквозь полдюймовый слой коры. Пятав змею в мешок, я обследовал бревно до конца, но не нашел ничего более интересного. Фернандес, зачарованно следивший за нами с безопасного расстояния, предложил вернуться в поселок и проверить, нет ли в домах у местных жителей прирученных животных. Когда мы возвращались по той же тропинке, я увидел между деревьями воду и уговорил всех пойти посмотреть, что там такое. Мы обнаружили большой пруд, вода в нем была ржаво-красного цвета от прелых листьев и одуряюще пахло гнилью. Вне себя от радости я начал бродить по берегу пруда, разыскивая лягушек. Минут через десять я спустился с облаков на землю, услышав на другом конце пруда громкие настойчивые крики. Оглянувшись, я увидел, как Фернандес, Рафаэль и два индейца вертятся вокруг Джеки, что-то выкрикивая, а она, в свою очередь, громко зовет меня. Сквозь этот нестройный хор до меня доносился какой-то странный звук, как будто кто-то с редкими паузами дул в детскую дудку. Я побежал к месту происшествия и увидел, что Джеки держит в руке какое-то существо, которое издавало эти трубные звуки, а Фернандес и индейцы отчаянно кричат хором «Ядовитая, очень ядовитая сеньора!» Ко мне подбежал испуганный Рафаэль. «Джерри, Джеки поймала какого-то дурного бихо!» «Они говорят, что это очень дурной бихо!» объяснил Рафаэль. «Но ведь это обыкновенная лягушка!» возразила Джеки, стараясь перекричать хор индейцев и свою пленницу. «Дай посмотреть!» Джеки раскрыла ладонь, и я увидел совершенно необычного представителя земноводных. Это было черное, круглое существо с желтовато-белым брюшком. На макушке его широкой плоской головы, напоминавшей голову миниатюрного гиппопотама, сидели золотистые глаза. Но больше всего поразил меня рот животного с толстыми желтыми губами, словно в ухмылке растянувшиеся от одного края морды до другого. Точь-точь иллюстрация Тенниэля. Это знаменитый английский художник, изображающая шалтая-болтая. Пока я рассматривал лягушку, она внезапно раздулась, словно резиновый шар, широко раскрыла рот, внутренняя полость которого имела сочную желтую окраску. И снова издала ряд пронзительных трубных звуков. Когда я взял лягушку в руку, она стала отчаянно вырываться, и я положил ее на землю. Она постояла немного на коротеньких лапах, широко разинула рот, и мелкими прыжками начала двигаться ко мне, свирепо раскрывая и закрывая рот, и издавая раздраженные трубные звуки. Это было очень забавное существо. Где ты поймала ее? Спросил я Джеки. Вот тут она сидела в воде, на поверхности видны были только одни глаза, как у гиппопотама. Я сразу же схватил ее. А что это такое? Понятия не имею. Что-то вроде рогатой лягушки, только не совсем обычной. во всяком случае очень интересная тварь. Может быть даже новый вид. Мы начали энергично обследовать маленький пруд и поймали еще трех этих необычных лягушек, что меня очень обрадовало. В то время я действительно думал, что открыл новый вид, близкий к рогаткам. И только по прибытии в Англию выяснилось, что это лягушки баджита. Она уже известна зоологам. Название это, на мой взгляд, вполне подходило к представительной осанке и солидному поведению этих лягушек. А здесь немножко игра слов. Баджит по-английски означает плотно набитую сумку. Все же, хотя они уже известны науке, их считают очень редкими животными, и даже в британском музее был всего один экземпляр. Когда мы подошли к поселку, мы застали там скотоводов, вернувшихся домой на обед, и полуденный отдых. Кони были привязаны около хижин, тут же были свалены в кучу тяжелые, обтянутые овечьей кожей седла. Мужчины, вздвинутых на затылок соломенных шляпах, сидели прислонившись к стене дома и подтягивали из маленьких кружек мате. На них были ободраны, пропитаны потом рубахи, толстые кожаные наколенники на шароварах были исцарапаны колючками, сквозь которые им приходилось продираться. В пристроенных к хижинам кухнях над очагами колдовали женщины, разогревавшие обед, а вокруг копошилось множество грязных черноглазых ребятишек и еще более грязных собак. Когда мы приблизились к первой хижине, Джеки решила предостеречь меня. Если у них есть прирученные животные, ради Бога не показывай своей радости, а то с тебя сразу же запросят в два раза дороже. Хорошо, хорошо, не буду, пообещал я. Как раз так ты покупал на днях птиц. Если б ты так шумно ею не восхищался, мы купили бы ее вдвое дешевле. Лучше всего делать вид, будто ты совершенно не заинтересован в том, что тебе предлагают. Я думаю, что мы здесь вообще немного найдем, сказал я, окинув взглядом кучку жалких лачуг. Мы медленно переходили от дома к дому, и Фернандес объяснял мужчинам, что нам надо. Они смеялись, о чем-то переговаривались и обещали поймать для нас каких-нибудь животных, но в данный момент ничего интересного у них не было. Остановившись возле одной из хижин, мы разговорили с хозяином, небритым, отталкивающей наружности мужчиной. Он подробно рассказывал нам о повадках ягуара, как вдруг из двери хижины выскочило какое-то животное, которое я с первого взгляда принял за собаку. В ту же минуту Джеки издала пронзительный крик, я повернулся и увидел, что она держит маленького олененка, который настороженно смотрит на нее большими темными глазами. Ты только взгляни, ну разве не прелесть, кричала Джеки, позабыв о том, что хозяин зверька стоит в двух футах от нее. Он чудесный, не правда ли? Взгляни, какие у него глаза, мы должны купить его, если только хозяин согласится продать. Я смотрел на хозяина животного, увидел, как заблестели его глаза и вздохнул. После того, как ты проявила такое безразличие к зверьку, он будет прямо-таки рад его продать, раздраженно ответил я. Рафаэль, спроси его, сколько он хочет за зверька. Минут десять хозяин рассказывал нам о том, как он привязан к олененку и как трудно ему с ним расстаться, а потом назвал сцену, которая ошеломила нас всех. Еще через полчаса цена была значительно снижена, но все еще намного превышала действительную стоимость животного. Джеки молча смотрела на меня. Вот что ты наделала, с отчаянием сказал я. Он запросил вдвое больше того, что стоит зверев. Мы купили бы его за четверть цены, если бы ты не бросилась ласкать олененка, как только его увидела. Я его и не ласкала, с искренним возмущением возразила Джеки. Я только хотела обратить на него твое внимание. Это чудовищное утверждение лишило меня дара речи. Я молча вручил владельцу олененка деньги, и мы направились к железной дороге. Джеки держала зверька на руках и ласково нашептывала ему что-то в шелковистые уши. Когда мы сели в автове, водитель нагнулся и, улыбаясь, погладил олененка по голове. Линдо, сказал он, мой линдо бихо. Линдо, кажется, значит, красивый, спросила Джеки. Верно, подтвердил Рафаэль. По-моему, это очень хорошее имя для зверька. Итак, мы назвали олененка Линдо красивый. Вел он себя очень прилично. С интересом обнюхал скамьи, затем подошел к Джеки и приткнулся к ней черным влажным носом. Но при первом же толчке алтуве он, очевидно, решил, что такой способ передвижения его не устраивает и стремительно бросился к стенке нашего экипажа. Он скачал на борт и был готов прыгнуть вниз, но в последнюю секунду я поймал его за задние ноги и втащил обратно. Линдо отчаянно сопротивлялся, нанося удары своими маленькими острыми копытцами и издавая пронзительные протяжные крики. С испуганным олененком очень трудно справиться. Надо крепко держать его задние ноги, иначе он может нанести серьезное ранение, а с другой стороны, ноги у него очень хрупкие, и если держать слишком сильно, можно сломать их. Через пять минут мы сладились с Линдо, я снял с себя рубашку и завернул в нее зверька так, чтобы он не мог повредить ни себе, ни нам, если бы вздумал брыкаться. Водитель был до того увлечен видом оленя в рубашке, что едва не перевернул нас на крутом повороте. Подходя к нашему домику, мы с удивлением увидели у ворот толпу человек в тридцать, окружившую какого-то мужчину с большим деревянным ящиком. И человек с ящиком и окружавшие его люди кричали и оживленно размахивали руками. На веранде нашего дома выселась мощная фигура Паулы, которая угрожающе размахивала ржавым ржьем. Мы пробились сквозь толпу и подошли к веранде, чтобы выяснить, что происходит. Рафаэла встретила нас с явным облегчением и начала горячо говорить что-то по-испански, закатывая глаза, хмуря брови и поочередно наводя ружье на каждого из нас. Эа взял у нее ружье не без сопротивления с ее стороны, а Рафаэль внимательно слушал ее рассказ. Утром сеньор попросил ее достать ружье, чтобы застрелить несколько маленьких птичек для лехухита, маленькой совы. Она пошла в деревню и раздобыла сеньору великолепное ружье. Вернувшись, она увидела на веранде этого человека. Дрожащим пальцем Паула показала сторону человека с ящиком. Гость сказал, что принет для сеньора бихо. Она по любопытству, что это за бихо, он откинул крышку ящика, и Паула с ужасом увидела большую и явно растерженную ярора. Из всех опасных животных, обитающих в Чаку, ярора или жарарака внушает наибольший ужас, так как относится к числу самых ядовитых и агрессивных южноамериканских змей. Не колеблясь ни минуты, Паула приказала гостю расположиться со своим товаром на безопасном расстоянии от дома. Так как было очень жарко, мужчина отказался покинуть затененную веранду, тогда Паула зарядила ружье и заставила пришельца удалиться. Продавец, который показался нам не совсем нормальным, был искренне возмущен таким приемом. Проявив мужество при поимке змеи, он ожидал куда более торжественного и радостного приема, а вместо этого разгневанная толстая женщина с ружьем выгоняет его на улицу. Стоя у ворот, он почем зря ругал Паула, которая с ружьем в руке охраняла вход в дом. Наше прибытие, к счастью, положило конец всей этой истории. Мы посадили Паулу на кухню, готовили для нас чай и пригласили владельца змеи во двор. После того, как ее трясли полдня в душном ящике, жара рака была настроена отнюдь немирно. Как только я откинул крышку ящика, чтобы взглянуть на нее, она подскочила к отверстию и сделала попытку напасть на меня. Это был довольно маленький экземпляж длиной всего около двух с половиной футов, но недостаток роста змея компенсировала ловкостью и дрочливостью. С большим трудом мне удалось накинуть в нее петлю и схватить ее сзади за голову. Она была очень красивая, пепельно-серым туловищем и с прищренным от головы до хвоста угольно-черными ромбовидными полосками, окаймленными беловато-кремовой чертой. На плоской стреловидной голове выделялись золотистые свирепые глаза. Я посадил ее в низкий затянутый металлической сеткой ящик для змей, и она лежала между ветками и сухими листьями, громко шипя и быстро размахивая хвостом, который ударял по листьям и издавал такой шум, словно в ящике находилась гремучая змея. Когда кто-либо приближался к ящику, жара рака бросалась на проволочную сетку и вонзала в нее острые ядовитые зубы. Я бы никогда этому не поверил, если бы не видел собственными глазами, так как обычно змеи не могут кусать совершенно ровную поверхность. при нападении жара рака широко раскрывала пасть и закидывала голову назад, чтобы с большей силой вонзить в сетку длинные изогнутые зубы. Уже через полчаса на сетке можно было увидеть несколько золотистых капель яда, а змея продолжала наносить укус за укусом. В конце концов, во избежание несчастных случаев, пришлось навесить над первой сеткой на расстоянии полдюйма от нее вторую. В этот вечер, подавая ужин и убирая со стола, Паула прочла нам длинную лекцию о ярора и их привычках. Оказалось, что почти все родственники Паулы в разные периоды жизни едва не погибали от укусов этих змей. Можно было подумать, что все жарораки Чако только и делали, что выслеживали родственников Паулы. Но поскольку родственники, как правило, оставались в живых, этим змеям должно быть пришлось испытать немало разочарований за свою жизнь. После ужина Паула зашла пожелать нам спокойной ночи. Окинув мрачным взглядом стоявший в углу ящик жароракой, она заявила, что ни за какие сокровища на свете не останется ночевать в одном доме с ярора. Произнеся краткую молитву и выразив надежду застать нас всех утром живыми, Паула отбыла по направлению к своему дому в поселке. Этот вечер действительно доставил нам много волнений, но змеи тут были ни при чем. Рафаэль тихо бренчал на гитаре, напевая песенку Гаучо, в которой аллитерация особенно выразительно подчертывая вульгарный смысл. Джеки легла в постель с номером Буэнос-Айреса Геральт месячной давности, которую она где-то откопала. Я рассматривал ружье, принесенное Паулой. Оно было совершенно неизвестное имя испанской марки, но как будто в удовлетворительном состоянии. Я обнаружил в нем только один недостаток. Смотри, Рафаэль, сказал я, у этого ружья нет предохранителя. Рафаэль подошел и внимательно посмотрел на ружье. Нет, Джерри, все в порядке, вот предохранитель. Как? Этот маленький рычажок? Ну да, это и есть предохранитель. Не может быть. Я переставлял его в оба положения, а курок все равно действует. Нет, нет, Джерри, щелчок слышен, это правда, но выстрела не произойдет. Я с сомнением посмотрел на Рафаэля. Во всяком случае, это кажется мне очень странным. Предохранитель есть предохранитель, и когда он установлен, спусковой крючок не может приводить движение к уроку. Нет, Джерри, ты не понимаешь, это испанское ружье, сейчас я покажу, как оно действует. Он зарядил ружье, опустил рычажок вниз, выставил дуло в окно и нажал спусковой крючок. Раздался оглушительный грохот, на который отозвались все собаки в поселке, а из двери спальни выскочила Джеки, решив, что жара рака вырвалась из ящика. Рафаэль поправил очки и внимательно смотрел ружье. Хорошо, сказал он с философским спокойствием, значит предохранитель действует вот в таком положении. Он поднял рычажок, перезарядил ружье, направил ствол в окно и снова нажал крючок. И на этот раз ружье с грохотом выстрела, а собаки залились истерическим лаем. Это так называемое испанское ружье, объяснил я Джеки. Из него можно застрелиться независимо от того, поставлено оно на предохранитель или нет. Нет, Джерри, это очень хорошее ружье, возмутился Рафаэль. Просто оно сломано внутри. Да, оно действительно сломано внутри, согласился я. Минут десять спустя мы еще продолжали спорить, раздался оглушительный стук в дверь. Теряясь в догадках, кто мог пожаловать к нам в столь поздний час, мы с Рафаэлем пошли открывать. На веранде стояли два перепуганных парагвайцев, потрепанных зеленой форме и полицейских фуражках. В руках они держали старинные ржавые ружья. Они дружно приветствовали нас, и мы узнали двух представителей местной полиции. Пожелав нам доброго вечера, полицейские спросили, стреляли ли мы из ружья, и если да, то кого мы убили. Испуганно вздрогнув, Рафаэль сказал, что ружье выстрелило случайно, и никаких жертв не было. Полицейские растерянно шаркали босыми ногами по пыли, взглядами пытаясь подбодрить друг друга. Затем они довольно неуверенно объявили, что начальник полиции приказал им арестовать нас и доставить вместе с телом нашей жертвы в участок. Поскольку трупа не оказалось, они не знали, что делать дальше. Они серьезно объяснили нам, что получат нахлобучку от начальства, если вернуться без нас, пусть даже мы никого не убили. Полицейские были так удручены и озадачены, что мы сжалились и согласились пойти вместе к начальнику полиции и все объяснить ему самолично. Они были страшно благодарны за это и то и дело беря под козырек улыбались и говорили спасибо сеньор, спасибо. Мы прошли по освещенным луной улицам поселка, полицейские шествовали впереди, время от времени останавливаясь, чтобы обратить наше внимание на лужу или грязь. Полицейское управление стояло на другом конце поселка. Это была двухкомнатная беленая хижина, над которой возвышалась большая пальма с густой растрепанной верхушкой. Нас провели в небольшую комнату, единственным предметом обстановки которой был ветхий стол с внушительной грудой документов на нем. За столом выседал начальник полиции, тощий, хмурый человек, высокое общественное положение которого изобличали до блеска начищенные ботинки и пояс. Он лишь недавно занял свой пост и очевидно намеревался доказать обитателям поселка, что ни одно преступление здесь не пройдет безнаказанным. Полицейские отдали честь и, встав по стойке смирно, хором начали докладывать о случившемся. Начальник слушал их, выразительно хмуря брови, а когда рассказ был окончен, осмотрел нас испытующим взглядом прищуренный глаз. Затем он величественным жестом достал из-за уха окурок сигареты и закурил. Так, произнес он драматическим шепотом, выпуская дым через нос, это вы нарушали порядок, да? Да, сеньор, тихо трясущимися губами произнес Рафаэль, это мы нарушали порядок. «А, так вы это признаете?» спросил начальник полиции, довольный тем, что так быстро заставил нас сознаться. «Да, сеньор», повторил Рафаэль. «Так», сказал начальник полиции, заложив большие пальцы за пояс и небрежно откинувшись на спинку стула. «Значит, вы в этом сознаетесь? Вы приехали в Чака и думаете, что здесь можно безнаказанно нарушать порядок, да? Вы думаете, что вы в дикой стране, где все сойдет вам с рук?» «Да, сеньор», сказал Рафаэль. «Ничто так не раздражает человека, как ответы на риторические вопросы». Начальник полиции свирепо уставился на Рафаэля. «А, вы не думали, что здесь тоже есть законы, как и в любых других местах? Вы вероятно не ожидали встретиться здесь с полицией, да?» Тем временем полицейские стали по стойке вольно, предоставив своему начальнику самому разбираться во всем. Один из них основательно ковырялся в зубах, в другой засунул палец в ствол винтовки, вытащил его оттуда и начал разглядывать с озабоченным выражением. Очевидно, настало время очередной ежегодной чистки оружия. «Послушайте, сеньор», терпеливо сказал Рафаэль, «мы не совершили никакого преступления, у нас случайно выстрел ружье». «Не в этом дело», проницательно заметил начальник полиции, «вы могли совершить преступление». Такой убедительный довод сразил Рафаэля, и он ничего не ответил. «Как бы то ни было», великодушно продолжал начальник полиции, «я пока вас не арестую». «Я хочу обдумать ваше дело». «Завтра утром вы придете сюда со всеми вашими документами, вы меня поняли?» Спорить было бесполезно, и мы лишь молча кевнули. Начальник полиции встал, поклонился и щелкнул каблуками с такой силой, что один из полицейских уронил винтовку и поспешно отдал честь, чтобы сгладить свою неловкость. С трудом сохраняя серьезность, мы отошли на некоторое расстояние от полицейского управления и разразились взрывом безудержного смеха. Дома Рафаэль очень удачно изобразил перед Джеки начальника полиции, и это достаило ему такое удовольствие, что от смеха слезы потекли у него из-под очков. На следующее утро во время завтрака мы рассказали об этом происшествии Пауле. Вместо того, чтобы разделить с нами наше веселье, Паула искренне возмутилась всей этой историей. Она охарактеризовала начальника полиции в выражениях, которые не часто слышишь из женских уст, и заявила, что он слишком много о себе воображает. Ей уже приходилось иметь с ним дело, когда он пытался запретить ее девочкам подниматься на борт парохода. Но этот его поступок переполнил чашу ее терпения. На этот раз он зашел слишком далеко. Она сама отправится в полицейское управление и скажет ему все, что она о нем думает. После завтрака Паула накинула на плечи яркую пурпурно-зеленую шаль, надела на голову большую соломенную шляпу с алыми маками и, задыхаясь от негодования, отправилась с нами в поселок. «Когда мы подошли к полицейскому управлению, мы увидели во дворе под пальмой огромную двухспальную кровать, на которой спал, сладко похрапывая, сам начальник полиции. Его небритое лицо дышало блаженством, а пара пустых бутылок под кроватью свидетельствовала о том, что он достойно отметил наше знакомство. Увидев его, Павла презрительно сыркнула, быстро подошла к кровати, размахнулась и силой хлопнула по тому месту, где под грудой одеял должен был находиться зад шефа полиции. Это был превосходный, мощный удар, который Павла вложила всю силу своего массивного тела. Начальник полиции сел торчмя на кровати, дико озираясь по сторонам. Увидел Павлу, пожелал ей доброго утра и стыдливо натянул одеяло до самого подбородка. Но Пауле было недоучтивости. Презрев его приветствие, она перешла в атаку. Сдымающейся от негодования грудью и сверкающими глазами, она склонилась над кроватью и звонким пронзительным голосом, разносившимся по всему поселку, стала излагать ему все, что она о нем думает. Мне было искренне жаль беднягу. Не имея возможности встать, он лежал в постели на виду у всех, а Паула, высвязь над ним горой загорелых телес, извергала стремительный поток презрения, насмешек, оскорблений и угроз такой густой, что он не мог вставить ни единого слова. Его желтовато лицо побагровело от гнева, затем побелело, а когда Паула перешла к описанию интимных подробностей любовной жизни шефа полиции, принялось зеленоватый оттенок. Все ближайшие соседи, обрадованные неожиданным развлечением, высыпали к порогам своих домов и криками подбадривали Паулу. Чувствовало, что начальник полиции не снискал в поселке особых симпатий. В конце концов несчастный не выдержал, отбросив одеяло, он выскочил из кровати и побежал к дому в одной рубашке и полосатых пижамных брюках, преследуемой восторженными криками и улюлюканьем собравшихся зрителей. Запыхавшаяся и торжествующая Паула присела отдохнуть на освободившуюся кровать, а затем отправилась с нами домой, время от времени останавливаясь у какой-либо хижины, чтобы принять поздравления от своих восхищенных почитателей. Вся эта история завершилась в тот же вечер. Один из вчерашних полицейских в явном замешательстве зашел к нам в дом, держа в одной руке свою верную винтовку, а в другой большой, неумело подобранный букет лилий. Он объяснил, что начальник полиции посылает этот букет в знак глубокого уважения к сеньоре, и Джеки приняла подарок с приличествующими случаю изъявлениями благодарность. После этого, когда бы мы не встретили начальника полиции, он замирал по стойке смирно и брал под козырек, а потом снимал фуражку и радостно улыбался нам. До конца нашего пребывания в поселке он так и не проверил у нас документы. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok